Стелс Ассасин, Рикимару Рожденный наследник сатира, Рикимару, учился у самых могущественных воинов его расы. Однако, власть пылающего легиона развратила многих из его рода, превращая их в безумных животных. Поклявшись вместе с Корш, он оттачивал свои навыки для сражения. Используя небольшой рост в своих интересах, он может сделать себя невидимым и нападать со спины. А при использовании дыма, как прикрытие, он становится почти неприкосновенным. Панта, успею нажать? На характере чисто. Хорошо. Демидж туда же. Опа, готов. Хорошо. Опа, пошел хил. Нормально. На вставочку, точно. Хорошо. А тут я буду драться. А че, куда герой убегает? Да. Он золото экспу дает. Хорошо. Не знаю, не видел никого. Вы видели реки Мару? Не видел. Криса говорит. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Аксонанс. И что ж, сегодня я буду вас обучать искусству Криса. Конечно же, у нас сегодня интересный гайд на прикольного героя. Но прежде чем мы к нему перейдем, хочу сказать огромное спасибо вот этим спонсорам канала. Ребятки, спасибо вам за то, что мотивируете, продвигаете мой YouTube канал, продвигаете меня. И, конечно же, за то, что ставите лайк под каждый стрим, под каждую трансляцию, под каждый гайд, под каждый видос. Стараюсь для вас максимально делать хороший монтаж, хорошие видосы. Вот как, например, вот этот прошлый видосик по сленгу доты, да? Вроде он, ну, как бы зашел, но я не знаю, честно. Там очень много было монтажа. В целом, спасибо за то, что мотивируете на создание таких роликов, за то, что поддерживаете. Но и не забывайте, друзья, про спонсорку. Реально то, что можно смотреть контент намного раньше и знать намного больше. Нажимаете кнопку спонсировать и смотрите, какой уровень вам действительно ближе. Никого не заставляю. Каждый, если хочет, заходит, смотрит. Если нравится, то берет. Все простенько. В общем, ребятки, еще раз спасибо. Ну и переходим к самому гайду, ребятки. Сегодня у нас Искусство Криса, Регимару, ребятки, Стелс Ассасин. Очень интересный герой. И сегодня мы разберем каждую из его способностей. А именно, Смоукскрин, Пермамент Инвизибилити, Бэкстеп и, конечно же, Блинк Страйк. Герой очень интересный, но он легко по сути контрится. Это мы сегодня тоже разберем. Этот персонаж не будет относиться у нас к какой-то центральной линии, поэтому сегодня онли боковые. Я постараюсь вам максимально передать всю сущность этого персонажа, разобрать его немного почетче. Ну и, конечно же, все. Пожелаю всем приятного просмотра и поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это Смоукскрин. Ходкей у нас С. Это очень интересная способность. Она реально очень сильная, что в лейтгейме, что в начальной стадии. И очень сильно может моросить в игре. Как ее законтрить, я вам тоже тут расскажу. И, конечно же, что она у нас в целом делает. Мы ее прокачали, да? Окей, хорошо. По уровням прокачки тут все видно. Но мы это разберем немного позже. Сначала основные моменты. Так, смотрите. Походки С. Мы вот так вот нажимаем. И вот такая вот у нас АОЕшечка появляется. Эта АОЕшка меняется в зависимости от уровня прокачки. Это первый момент. Второй момент. У нас эта способность дает ослепление, замедление скорости передвижения, замедление поворота. То есть, все вы знаете, как и у БТР. Такая же тема. Потом дает сайленс. И, конечно же, просто напрягает очень жестко. Вот такие пять моментов. Кулак. Видели? Вот этот большой. Но не суть. Короче, расскажу, как вам законтрить эту способность. И в целом разберем ее более досконально. Смотрите. Дальность применения этой способности. Давайте выведем табличку. Дальность применения этой способности 550. Вот так вот накидываем на оппонента. И оппонент, смотрите, он замедлен в скорости поворота вот этого, да. Напомню сейчас, что такое скорость поворота. То есть, смотрите, как персонаж сейчас разворачивается быстрее, да, чем был. И сейчас под тучкой посмотрите, как он будет разворачиваться. То есть, он замедлен в скорости разворота. Также он замедлен по МСО. И на нем наложен сайленс еще при этом. Посмотрите. Сайленс наложен. И при этом еще персонаж, который будет находиться в тучке, он будет промахиваться. Ну, смотрите, что-то прокает очень люто, повезло. Он будет промахиваться, если будет находиться в тучке. Смотрите, просто промахивается. Просто промахивается и такой, знаете, попадает, попадает. Давай еще раз, Рикич, не подведи с этой тучкой. Вот, промахи, да? То есть все работает. То есть там определенный шанс с уровнем прокачки, о котором мы также будем разговаривать. Так что вот такое вот у нас действие. Что ж, по дальности применения мы посмотрели. Далее, смотрите, с уровнем прокачки увеличивается радиус. Он становится 250, 275, 300 и 325. То есть радиус на ласти уже побольше. Замедление скорости передвижения на 25% в случае, если персонаж находится в тучке. Далее, замедление скорости поворота. Все вы помните, что у беттера на 70, да, скорость вот этого поворота замедлена. А тут еще плюс 30. Будет ли стопроцентное вот это замедление? Я, конечно, не знаю, но я это чуть-чуть позже протест еще и вставлю. Вот такой вставочкой, возможно, вы ее сейчас видите. Видите, да, возможно, есть. Окей, хорошо. На 30% вот это замедление скорости поворота. Это круто. Ну и шанс промаха. 40, 50, 60 и 70%. Вы прикиньте, на ласти 70% мисов с этой тучки. Да это, блин, жестко. Длительность 6 секунд этой тучки. И, соответственно, с уровнем прокачки она неизменна. Неизменно. Калдаун 11, монокос 75, 80, 85 и 90. Разобрали. Хорошо. Теперь, как законтрить эту тучку? Первый момент, как законтрить ее. Если вы хотите законтрить сайланс и прочую всякую тему с этой тучки, а именно повороты и замедления, то, конечно же, вам поможет Black King Bar. Тучка не работает в БКБшных юнитов. То есть, соответственно, если вы подумаете, а почему это он по нам попадает, будучи находясь в тучке, да потому что он находится в Black King Bar. Поэтому такая тема. Если вы хотите законтрить только миссы от этой тучки, но сайланс будет работать, повороты, замедления, скорости передвижения также будет работать, то вам нужно будет купить тогда Monkey King Bar, который избавит вас от промахов с этой тучки. В принципе, все. Это и весь контроль этой тучки. Желательно покупать БКБ. Я в лейтгейме Рикимару тучки не боюсь, потому что у меня чаще всего бывает БКБшка, и, конечно же, когда он ставит на вас тучку и начинает на вас грызаться, вы такие, ага, ты думал, у меня что, БКБ нет? И начинаете драться с Рикимару, и он не работает. У него тучка вот эта, и он проигрывает, ребятки. Так что вот такая тема. Другими моментами никак нельзя развеять эту тучку, потому что куда вы ее поставите, там она работать и будет вот эти все 6 секунд. Ее никак нельзя переместить, и юнитам, которые противоположны, они, конечно же, будут просто вот так вот заходить и выходить с нее, и все будет, в принципе, очень простенько. Вот такой вот у нас первый спелл, ребятки. Очень интересный, реально годный. Я считаю, что годный спелл. Как его законтрить я вам рассказал. И самое время перейти ко второй способности, ребятки. Поехали! Следующая способность, которой, в принципе, и славится Рикимару, это, конечно же, пермомент инвизибилити. Данная способность раньше была ультимейтом, но ее перенесли на второй слотик, конечно же. И что у нас она делает? Правильно. Делает нашего персонажа невидимым. И при этом дает ему хп-регенерацию в случае, когда его не видно. Конечно же, когда он находится вот в этом фейт-тайме, то, соответственно, не в фейт-тайме, а в самом инвизе. Фейт-тайм это время входа в инвиз, и, конечно же, тогда он получает повышенную регенерацию. Очень-очень хорошая тема. Но тут такая приколюха. В принципе, ну, когда он не раскрывает свой инвиз, если его там видят, допустим, под центрем, он, конечно же, регенится. А если он выходит с инвиза, чтобы ударить, то, соответственно, регенерация прерывается. Ну и, конечно же, находясь в инвизе, Рикимару сможет все юзать. То есть, если его не будет видно, то, соответственно, он будет вот так проходить. И не прерывая свою вот эту вот инвизибилити, он будет спокойно рубить нам деревья, юзать догоны, его не будет даже видно. При этом это касается первого спела, также ультимейта касается, но и всего инвентаря. То есть, даже не будет видно, что вы там, допустим, тангусик скушали, будет видно просто, что дерево упало, и все. То есть, такая тема. Поэтому Рикимару очень классно даже варды пойти поставить, потому что вы даже не вы... вы себя не выдадите никак. Просто вы поставите варды, уйдете, и все. Даже никто не будет знать. Что ж, прокачиваем. Хоткей у нас РИ по уровням прокачки. Смотрите, что у нас тут есть. На первом уровне смотрим табличечку. 8 секунд фейт тайма и 6 хп регенерации. На втором 6 секунд фейт тайма. 8 хп регенерации. На третьем у нас 4 секунды фейт тайма. 10 хп регенерации. И на четвертом 2 секунды фейт тайма. И 12 хп регенерации. Очень-очень простенько. Написано, что не отключается у нас сильви рейджем данный инвиз. Но это, если честно, немного непонятная тема. И это сейчас мы попробуем протестить. Короче, вы поняли, надеюсь, да, ребятки, что когда мы находимся в инвизе, то, соответственно, находимся под жестким регеном. Смотрите, мы не выйдем с инвиза. Если, допустим, вот срубим дерево, заюзаем тп, мы с инвиза вообще не выходим. То есть оппоненты видят эту тему, как будто просто деревья падают, и все. При этом мы можем сбить свой инвиз, только если будем атаковать. Оп, и все, мы вышли. Нас видно, и, соответственно, нас могут атаковать. То есть вот такая вот у нас приколюха. Далее, смотрите, что у нас тут есть. Попробуем сбить... Ой, сильверейджем, говорю. Давайте минус итем центру пропишем итем 75, чтобы можно было ударить с бэкстеба нашего героя. И, соответственно, проверить, вырубается ли у нас сильверейджем вся эта тема. Ждем небольшой файт тайм, вот этот. Опа, и атакуем. Хорошо, раз. И сильверейджем, как видите, не выключается наш инвиз. Идет у нас регенерация, все у нас стало хорошо. Так что сильверейджем вы не сможете законтрить инвиз рекимару. Он все равно уйдет в инвиз. Даже давайте, допустим, вот так вот вкачаем в тройку. То есть сейчас 4 секунды у нас файт тайма. Ударим. И попробуем сильверейджем сейчас загасить эту всю тему. Просто самому даже интересно потестить. Оп, вот он ушел. Раз. И смотрим. И все равно уходит в инвиз. Смотрите, мы уже в инвизе, но на нас расположен дебаф сильверейдж. Так что сильверейджем вы не законтрите. Далее, что у нас есть еще? Есть множество всяких способностей, которые выводят рекимару из инвиза. А именно, смотрите, если сайленсер дает глобалку, то рекимару сразу становится видно. На него накидывается сайленс. И, естественно, его инвиз сбрасывается. Также тракса имеет несколько фишек по поводу рекимару. Смотрите, если рекимару подходит близко к вам, то, соответственно, у вас бонус на ультимейте падает. И вы такие можете, знаете, что сделать? Вот так вот. Раз. И вытащили его с инвиза своим гастом. То есть вот такую приколюху надо знать. Еще один жесткий момент. Рикимару имеет хитбокс во время своего инвиза. То есть вы можете упереться в него, когда будете ходить. И, соответственно, вас могут так спалить. Так что держите в курсе. Это не такой инвиз, как у Бонны Флетчера. Не такой инвиз, как у Баунти Хантера. Соответственно, вы чувствуете хитбокс. То есть, видите, Тракса обходит его, этого персонажа. Если я попытаюсь пройти через него, видите, не получается. То есть вы можете также и блочить, в принципе. То есть, допустим, давайте попробуем сейчас немного поблочить Траксу. То есть вот так вот, да? То есть можно поблочить хитбоксом Рикимару кого-либо. И тем самым выдать себя. Конечно же, дастами раскрыться или под центреем, или под гемом и умереть. Так что держите в курсе. В совокупности данный спелл может вам зарегенить огромное количество хитпоинтов, ребятки. На ласт левеле 720 здоровья. В течение минуты вы спокойно себе пополните. Так что не забывайте, если вы гонитесь за Рикимару и у него мало хп, то очень-очень быстро он регенерируется. И его будет потяжелее убить, если у него там уже будет фулл хп. Так что вот такая тема, ребятки. Переходим к третьему спеллу. Надеюсь, с инвизом вам что-то стало более понятно. Потому что, казалось бы, простенький спелл. Но сколько интересного я вам рассказал. Можете поставить лайк. Поехали на третью способность. Следующая пассивная способность, которая у нас тут есть, это бэкстеп. Бэкстеп это способность, которая позволяет Рикимару наносить со спины намного больше урона. Урон у нас этот будет зависеть от нашей ловкости. Чем больше ловкости, тем больше урона мы сможем наносить с бэкстепа. Вот открываем табличечку и смотрим. Множитель урона ловкости. Смотрите. На первом левеле 50%, на втором 75%, на третьем 100% и на четвертом 125%. Когда вы прокачиваете эту способность, у вас даже появляется визуальный эффект, когда вы будете атаковать со спины. Давайте проверим это, ну, образно. Давайте вот на Пандерене. Смотрите. И также вкачаем ему инвиз, потому что тут... Ой, инвиз. Скачаем ему промахи, ребятки. И, соответственно, посмотрим, что будет происходить. Давайте вкачаем вот так вот, смотрите. И смотрим. У нас идет бэкстеп, потом идет тычка. То есть вы можете вот так вот немного абузить. То есть, смотрите, у нас идет только бэкстеп, потом раз, тычка наносится. Да, то есть тут есть еще, кстати, абуз вот этой темы. Абуз бэкстепа, которым вы также можете пользоваться. Но в игре им пользоваться намного удобнее, потому что в соло-лобби немного тяжело. Персонажи очень деревянно управляются и тяжелее абузить. Поэтому, когда вы что-то ласкитите, можете пользоваться вот такой вот фишкой. Абуза. Как это делается? Нажимаете атаковать и нажимаете S. Вот так вот чередуйте. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. И получается. Вы сначала наносите бэкстеп, потом идет урон. Поэтому можно так немного подзаабузить. Следующий момент. Вы, наверное, обратили внимание, что когда я атаковал панду, вылетел мисс. Смотрите, оп, видели, бэкстеп нанесся, но вылетел мисс. Мисс распространился на просто атаку с руки, а на бэкстеп не распространился. Поэтому наш персонаж может игнорить игнорить некоторых персонажей, типа как Виндранка. Когда она убегает на лоу хп, вы можете за ней поблинковаться с помощью ультимейта, о нем мы позже поговорим, и, конечно же, с бэкстепа раздамажить. Чем больше ловкости, тем больше вы нанесете с бэкстепа. Вот такая тема. Третий спел у нас является пассивкой. Она отключается истощением. На этот раз она отключается. Давайте и тем 75, и посмотрим, что у нас будет происходить. Давайте вот так вот ударим, ударим с инвиза. Ну, надо вот так сделать. Раз. Ударили с инвиза и смотрим, что у нас происходит. Смотрите, бэкстепа нету. Нету бэкстепа, и сейчас пропадет. Опа, и бэкстеп пошел. То есть, соответственно, третья пассивка, третья. Ну как, третий спел, вторая пассивка, она у нас отключается. Но второй спел у нас не отключается. Она тоже пассивная, но не отключается. А третья отключается способность. Так что вот такая, ребятки, приколюха Далее, это не уникальный модификатор атаки Соответственно, можно сюда собирать Дезолятор, можно скади Все, что хотите, все, что является орбэффектом Не забывайте, кстати, если вы не знаете, как работают орбэффекты На канале есть видео по орбэффектам Очень все по полочкам разложено Какой орбэффект, с каким можно собирать Поэтому не забывайте про эти видосы Ну и, конечно же, вот такая прикольная тема Написано вообще, что не может быть использовано у иллюзий Но это неправда Это неправда, смотрите Как иллюзии дамажат, посмотрите Написано, что не может использоваться у иллюзий Но это вранье, все это работает Я даже покажу, вот смотрите Реально, с настоящего сайта iCup Вот показано, не может использоваться иллюзиями Но это бред, я не знаю, кто это заполнял Но я очень много таких ошибочек нахожу И, к сожалению, это очень-очень-очень, ребятки, плохо Так что вот такая тема Как еще бывает бэкстеп руинит? Он даже с боков иногда срабатывает Я не знаю, меня это подбешивает То есть, смотрите, я даже спереди, посмотрите, как спереди Он спереди даже срабатывает То есть, он должен срабатывать именно с жопы А срабатывает иногда спереди Я не знаю, от чего это зависит Возможно, это зависит от самого хитбокса Rikimaru То есть, смотрите, я с разворота С разворота, со своего разворота в лицо бэкстебаю, посмотрите То есть, это еще может и вам тоже пригодиться Если вы такой заядлый задрот на Rikimaru И смотрите, даже с лица Даже с лица это работает То есть, получается и зависит еще от хитбокса Rikimaru То есть, вот эту тему очень тоже интересно понимать Я, если честно, не знаю этой механики. Возможно, есть задроты лютые на Рикимару. Они напишут сейчас в комментариях. Одесс, ты рак, ты не знал этого. Но вот такая вот тема. Написано в описании, что каждая атака со спины. Но бывает вот такой вот прикол. То есть, можно вот так вот немного подобуживать. Не знаю, как это назвать. То есть, с лица даже срабатывает. То есть, смотрите. Вот обычные атаки с лица. Я просто не попадаю. А если я вот так вот немного сделаю, да. То есть, вот так вот. И с лица все работает. А вот сейчас не сработало. То есть, непонятно, да, на самом деле. Но запомните. Основное применение это со спины. То есть, со спины оппонента. Вот оппонент вот так стоит. Соответственно, со спины будет урона намного больше. В зависимости от вашей ловкости. В принципе, по этой способности более нечего, ребятки, рассказывать. Проходит она через БКБ. Потому что это у нас физический урон. То есть, от ловкости физикал урон не магический. И все будет круто. Все будет крутко. Крутко. Так что, ребятки, вот так. Поехали смотреть ультимейт. Тоже очень интересный. Следующий крайний на сегодня, ребятки, способный. Способность на Рикимару. Это Блинк Страйк. Данная способность позволяет Рикимару передвигаться по драке намного агрессивнее. При этом, если он будет прыгать на оппонентов с помощью этого спелла, то будет наноситься бонусный магический урон. В зависимости от уровня прокачки он тут у нас увеличивается. И также у нас есть на Блинк Страйках заряды. Если раньше у Рикимару был там, допустим, один заряд, да, который находился на втором спелле, то сейчас ультимейтом его стало большое количество зарядов вот этих вот прыжков. Давайте выводжу сразу вот так вот табличечку. Смотрите, анимация эта нам не нужна. Дальность применения 800 единиц. Но, хоткей Б, прокачали данную способность и смотрим, что у нас тут сразу появляется. У нас тут написано циферка, сразу вот четверочка видно. Эта тема сигнализирует о том, что у вас сейчас в данный момент есть 4 заряда. Смотрим дальше. Дальность применения 800. То есть на расстояние 800 вы сможете прыгать на крипов, на героев, неважно. Либо каких-то, может, на лесных крипов, либо можно даже на Рошана. Но вы Рошану сначала собьете Линку, а потом на него блинканетесь. Окей. И далее, конечно же, смотрим. Урон 40, 70 и 100. Это урон, который будет у нас прокачиваться в зависимости от уровня прокачки. То есть на первом уровне вы 40 экстра дамаги нанесете, на втором 70 и на третьем 100. Ну и, конечно же, количество зарядов. Количество зарядов у нас с первого уровня дается 4, на втором 5 и на третьем 6. С первого уровня, естественно, нашего ультимейта. При этом, смотрите, на первом уровне, когда вы прокачиваете заряды вот эти, блинк страйк, у вас сразу дается 4. Как только вы прокачаете на второй левел, вам не дастся не обновиться сразу 5, а пойдет таймер 35 секунд и он добавит вам плюс 1 заряд. То есть один вот такой, блин, страйк у нас будет перезаряжаться 35 секунд. То есть если вы потратите или прокачаете дополнительный щелевел, то у вас через 35 секунд просто вот так вот откэдэшится и будет все хорошо. Монокос 40 единиц маны на эту способность. И теперь давайте разбирать дополнительно. Смотрите, проходит сквозь иммунитет заклинание. То есть, смотрите, у нас вот так вот сайленсер в бэкбэке и мы прыгаем ему за спину. Еще одной особенностью этого спела является то, что данный блинк страйк сразу же разворачивает нашего персонажа за спину к оппоненту. И тогда вы начинаете сразу же дамажить с бэкстебой. Неважно, какой стороной к вам стоит оппонент. И так можно по драке передвигаться. При этом видно вот такой вот эффектик. Смотрите, вот такое пуканье какое-то под ноги. Да, вы можете эту тему отменять и эту тему видно всем. То есть, если вы попытаетесь вот так вот поиграться перед оппонентом, то, конечно же, оппонент вот это пуканье будет видеть. Ну, я образом так выражаюсь, но потому что это так и выглядит. Ну, это, наверное, какой-то скачок, знаете, типа такой и пыль. Ну, будем на это надеяться, по крайней мере. И этот эффект видно всем. Даже когда вы находитесь в инвизе. Просто там такой визуальненький эффект будет. И, конечно, это неприятно, потому что вы можете спалиться так. Далее, смотрите, что у нас еще тут есть. Если мы будем иметь линку. Давайте, минус итем 219. Смотрите, то наш персонаж в линку не сможет блинкануться. Но после того, как линка будет сбита, он спокойно сможет блинкануться сюда, побить. Потом сюда побил. Потом сюда можно блинкануться, побить. И вот так вот можно передвигаться по драке. Очень, кстати, сильный ультимейт. И мне он реально очень нравится. А еще мне нравится, что есть тут небольшое количество магического урона, которое будет, так сказать, разбавлять наш физикал урон. В принципе, это все. Ребятки, это все по данной способности. Очень классная тема. Не рекомендую использовать данную способность на крипов, чтобы там, допустим, фармить крипов с помощью блинков. Потому что большой все-таки КД 35 секунд. Реальный. После этого, после окончания КД 35 секунд, с первого использования у вас, от КД 6 один зарядик. И вот эти зарядики у нас вот так вот показаны. К сожалению, не видно следующих КД зарядов. То есть, вы, допустим, пока не потратите вот этот заряд, у вас не будет показано, через сколько у вас будет КД. И если мы нажимаем через альт указать способность, сколько там КД, оно будет просто написано Blink Strike Ready. Если честно, мне это не очень нравится. Потому что, ну, будут писать, а что ты не прыгаешь, Рикимару? А ты такой Blink Strike Ready, типа, ну, и не можешь показать. Так сказать, не можешь сделать алиби на то, что у тебя реально был КД. То есть, как бы, ты линкаешь наоборот, и говоришь, да у меня все было, а я просто рак. Так что, вот такая, ребятки, приколюха. В целом, мне этот герой очень нравится, ребятки. Надеюсь, он вам тоже нравится. Сегодня мы будем разбирать искусство Крисы. И, конечно же, пожелаю всем, ребятки, приятного просмотра. Спасибо всем, кто смотрит меня. Сегодня у нас лютые каточки будут на изи-линии. Попробуем, кстати, еще поиграть в роуме. Будет ли это актуально? Пособираем несколько интересных билдов. И, конечно же, наверное, соберем еще по фану несколько бабочек. И посмотрим, сколько мы сможем нанести с бэкстеба дамаги оппонентам. Ребятки, все. Поставьте лайк за эту теорию. Конечно же, будем переходить сейчас к практике. И все. Все, ребятки, все. Поехали, поехали. Жесткую практику, ребятки. Всем приятного просмотра. И спасибо, что остаетесь со мной. Поддерживаете. И, конечно же, наводите лютую суету не только в комментариях, но еще и на стримах. Всем респект. Погнали. Жесткую практику, ребятки. На Крысомару. Так, ребята, загружается у нас катка. Да, я приобрел себе хромакей. Ребятки, обязательно пишите мнение, как лучше было. Атмосфернее с комнатой? Или вот так вот, конкретно, как вы сейчас видите. Напишите мнение, что мы оставляем. Либо оставляем хромакей, который я приобрел. Либо возвращаем комнату. Не знаю, очень, на самом деле, мне кажется, с комнатой атмосфернее. Все это выглядит. И прикольнее. Но, в принципе, с хромакейом тоже так. Ну, вроде нормально, знаете. Более как-то, ну... Ну, не знаю. То есть, более углубленно как-то. Варкрафт, получается, больше захватывает. Ну, и в целом, рели, рели, ребятки. Комментарии я все читаю. Давайте посмотрим, что оставляем. Либо комнату, либо хромакей. Реально, очень хочется знать. Ну, и что ж. Сегодня у нас Гуиде на Рике, ребятки. Гуиде на Рике. Это значит, что сегодня мы будем разбирать этого персонажа. Что у нас не любит Рикимару? Рикимару не любит Сайленсеров на рандоме. Не любит Слордара, не любит Зевса, не любит Бладсикера, не любит Баунти Хантера. Потому что, если вы видите Рикимару, то, соответственно, Рикимару менее опасен становится. Менее опасен, ребятки. Поэтому вот такая вот приколюха. Что у нас еще Рики не любит? Ну, Пуджаун не любит Рикимару. Потому что Пудж жирный. Его тяжело сливать. Ксен, можно мид? Парень спрашивает. А я тут при чем? Спросим. Типа. В смысле? Ты кто спросил? Типа. Я примерно догадываюсь, ну, типа догадываюсь, что это подписчик, скорее всего, зафу ловился. И типа, ну... А почему... А... Ээээ... Да, все равно. Иди, имеет он такой, это... Такой, типа, да, это, типа, идешь, нет, это... Что-то такое. Четвертый слот. Дай мне, Рики, ВТФ. Третью игру не могу. Рики, взять. Что это такое? Вообще, гад, нестандартный какой-то у нас получается. Четвертый слот, Рики, даешь? Парень. Дай, Рики, брат. Ого тебе. Это, блин, забавно, я не знаю. Рандом. Ча пикнется рандом. Иго. На власти нельзя рандом писать. Вот так вот, ребятки, получается у нас? Вот так вот. Ждем. Шейка. А, шейка просишь, да? А где у нас шейка? Шейка, вот она. Окей. Хорошо. Вот так вот, нестандартное начало у нас Гуида, ребятки. Идем на топ. В общем, у нас Рики Мару, ребята. Ребята, Рики Мару у нас. Я топ пойду, я топ пойду. Хорошо. Бойт у нас идет на низ. Смотрите, в общем. Что у нас нужно будет тут по задаче, по раскачкам. И докупят потом, докупят потом. Хорошо. Зря инвокер сейчас Куру берет. Можно же добить на лайне, да? Вот Куру просто. Возьмем топорик, берем инвиз. Один тангусик. Вот так вот делаем. И погнали, ребятки. Вот так вот пойдем мы. Мы идем на топ. Рики Мару, в принципе, ну, у нас будут каточки, ребята. В целом, сегодня Рики Мару пойдет через двоечку. Пойдет потом через троечку. То есть Рики Мару можно где угодно вообще стоять. Ну, на миду нежелательно, конечно, стоять. Терроблэйд мид хочет. Забавный чел. Джумаевый слом на мид идет. Зря вы его не пускаете, пацаны. Шансов нету, там и слом затащит. Затащит. В общем, смотрите, что у нас получается по катке. Наша задача в этой катке задушить максимально. Что нам еще нужно делать, правильно? Душить и все. Сайленсер будет нажимать глобалку, будет нас выводить. Оп. Хорошо, дорогой. Домой. Есть. Есть. Отлично. Иди топ, типа, показывает. Иди топ. Т.Б. Т.Б. Не страдай фигней. Вокеру мид нужнее. Вот так вот напишем, типа, что он на мид собрался на Терроблэйде. Если там нереально жесткий скилл у пацана, да. Тогда можно еще на Терроблэйде идти там мид и там ВС Сала, я не знаю. А, ну ВС Лин нет шансов там. Там инвокеру тяжело стоялось бы. Так, а у меня тут, кстати, Сайленсер. Это плохо. Давайте переагрим сразу. Кстати, ребят, по играм. Тут у нас будет три игры в этом гайде. Три игры. И что мы должны будем тут сделать в этих трех играх? У нас будут катки через Диффуз. Будут катки через Мом и Маднес. Забытая старая тема. Соберемся так, по-старенькому. И будем играть Доту так, как нужно. Так, вот это плохо. Давайте третий возьмем. Ну ладно, не знаю. Тут с инвокером сейчас... Тише фарми. Дам фарм. Нифига себе, тише фарми. А как тише фармить? Тише фарми, говорит. Блин, нормально написал. Тише фарми, говорит. Соберешь, тише будь, типа. Не люблю на реке Мару, если честно, фарми. Оно что неудобно на него фармить. Оп, хорошо. Мой инвокер дает фарм, говорит. Красавчик. Инвокер говорит, фарм дам. Только ты потише фарми, брат. Забавный парень. В общем, по каточкам. Ребят, катки через Дагон тут стопроцентно не будет. Знаете почему? Потому что есть отдельные видосы Рикки Мару с Дагоном. Также Баунти Хантер там с Дагоном. Эти катки смотрите отдельно на канале. Я на гайд писать такое не буду, чтобы вы не бегали и не говорили на гайдах, что Азез учит Рикки Мару с Дагоном собирать. Нет, это строго фановая тема, поэтому, ребятки. Поэтому, ребятки. Если хотите смотреть Рикки Мару с Дагоном, это по отдельному видосу. Находите видосик. Ну, я, наверное, в описании ссылочки оставлю. Заходите, смотрите. Чисто как отдельные видосы, ребят. И все. Рекомендую. А тут у нас катки будут трога. Серьезные, интересные. Но будет фановая однакаточка, секретная. Секретная однакаточка будет, конечно. Так что, ждем. Ждем. Ну, пока стоим, фармим с инвокером. Тише, фарми инвокер. Там по-тихому. Инвокер, тише, фарми. Тише, фарми. Тише, фарми. Не знаю, что это значит, с его понятия. Типа, не тычкую там лишний раз или как. Я стараюсь забирать, чтобы... Ну, вот типа, блин, невозможно на Рикки Мару фармить нормально. С этим бэкстэпом. Я обычно его даже не качаю, этот бэкстэп. Оп, щиток пошел. Сбить, сбить щиток ему. Нафиг. Сапог. Дальше, next. Ребят, почему я взял орбу феном? Я считаю, что орбу феном вообще мастхэп для инвокера, говорю. Для Рикки Мару, потому что... МСа у Рики очень мало. Очень мало МСа, и, соответственно, при покупке орбов феном вы уравниваете шансы с целью, которая... Которая также подвергается вашим атакам. Просто уравниваете по МСу всю тему. То есть у нас 280 МСа. Всегда на Рикки Мару без сапогов. Соответственно, очень хорошо было бы, если бы у нас был МС повыше. Но, к сожалению, это невозможно. К сожалению, это невозможно. Так, Сентрики уже принесли, да? Плохо. Плохо. Плохо, что Сентри принесли. Сапожочек я там брать не буду на базе. Оп, хорошо. Что будем тут качать? Если честно, очень хочется реген вкачивать, потому что, ну, что-то как-то плохенько будет стояться тут. Очень плохенько будет стояться. Лина там бедного Терреблейда душит. Мы стоим в Хаэле, нам все равно, ребят. Наша задача это кайфоват. Хочу кайфоват. И все, тангусики кушаем, кайфуем. Собираем левел, собираем фарм. Хорошо. Да, блин, вот срабатывает с лица. Вообще невозможно ластхитить, да? Ну, вы видите. Я поэтому иногда плюсик оставляю. Ну, так и будем делать в Next катках. Просто показательно надо же подраскачаться, что, типа, вы это. Типа, говорили там, Азиас, ты рак. Нарики. Оп. Тычечку давёшь. Типа, тычечку давёшь. Так, тише, фарми инвокер, да? А лучше не фарми. Хорошо. Оп. Отлично. Сильно линию толкать тоже не хочется. Переагра работает. Если переагра работает, значит, стоит вар. Вот, вот так вот, переагрируем. Значит, всё хорошо. Значит, всё хорошо. Значит, всё отлично. Так, чё берём? Регена у нас, в принципе, хватает. Правильно. Значит, берём. 0.75 от Аги. Так, тише, фарми инвокер. Ребят, новое слово добавляется у нас. Тише, фарми. Дальше будешь. Переагриваем. Хорошо. Если переагр работает, значит, всё гуд. Так, а тут не достаю. Оп, хорошо, подобузили тычку. Так, инвокер отходит у нас. Я чисто по лесам, по лесам, так аккуратненько. При фарм стою, всё хорошо. Ушёл, да? Инвок, хорошо. Инвок ушёл. Ну, хоть так. Отлично. Пойдёт. Ещё даже огрызнулись немножко. Ля, ты чё там? Чуть туск пришёл. Серьёзно? Ну, очень много в топе. Очень много в топе. В топе чё-то очень много. Там, смотрите. Аба страдает. Сейчас, шестой, апнем будем души. Абадончик, брат. Стой. Не знаю, нападать или нет. Он очень быстрый, я не догоняю просто его. О, вот этого можно, кстати. Хорошо. Рикимару, это ПТ-шка, ребят. Никогда фазы не брал на Рикимару, не знаю. А зачем? Несмотря на то, что у нас МС очень мало. Несмотря на то, что у нас МС очень мало, мы... Всё равно с ПТ-хой намного больше внесём. ПТ-шка это интереснее. О, Перс Иран залагал у нас. Джи-джи. Без керри остаёмся. Но я в керри, в принципе, разнесу, думаю. Всё у нас ровненько. В хейле стоим, ребятки. У нас 26 крипов. В принципе, на таком лайне это нормально. Нормально. Что-то на топ, правда, 4 пришло. А подождите, все 5 пришли, да, получается? Пришёл Тускар. Сало был. Да, пятером на топ. А, Пуджа не было ещё. Пуш 6-й левел, кстати. 6-й левел Пуш, надо быть аккуратным. Лад дау. Иши фарми надо написать ему. Иши фарми. Нормальная фраза, не знаю. Богер, я тебя чекну. Что-то суета какая-то в драке, да, происходит? В игре. Плохо, что неполноценная катка получается. Но, если честно, лучше пусть за тебя левнут, чем в ЭС. Потому что, ну, для меня, для контента, это как раз само то, что нужно вчетвером выигрывать. Прям как-то поинтересней, что ли. Поинтересней. Так, по билду. Что будет в этой катке? В этой катке будет по билду у нас Диффьюзио. Потому что это так нужно. Вообще Диффуз это дефолтный артефакт для Рикимару. Потому что очень часто против Рикимару покупают Гасты. И, соответственно, вам очень необходимо скидывать эти Гасты Диффузиалом. Плюс не выпускать стучки. Это вообще очень хорошая тема. Так что, ребятки, фарм сейчас Диффузиал. Еще по квилку сделать на ХП. Тысяча ХП было бы. Тысяча ХП плюс ПТ-шка включенная. МГГ. Войд нас покидает. У нас лесничок какой-то еще есть, да? Лесничок. Лесничок. Это кик. Это кик. А, так и водит лесничок с маской. Я бы маску взял поносить. Сыграли бы, может, через МОМ. Ну, против Пуджа через МОМ. Это такое себе. Ребята, там дербанят уже, дербанят. Я бы... Я бы маску взял. Так, сало пришел. Давайте третий Максит, ребят, сейчас. Ну, вот этот заберет маску. Тут не варик. Тут даже, ну, стопроцентно. Тут даже не обсуждается, что Тирор Блейд заберет маску. Она ему нужнее. Но по факту пусть. Это Тирор Блейд через МИД, значит, маска по-любому москвевная. Так. Чекаем варды. Ага, есть вард. Хорошо. Еще чекаем. Забираем. Вразь бендик возьму. Будем стоять в хейлечке своем дальше пукать. Раскачиваемся вот так вот. Такой вот билд у нас. В двоечку у нас инвиз. В двоечку инвиз. Сейчас возьмем. Бэкстеп в четыре. Уже будет хорошо. Бегаю вокруг сосен. Запутываю своих врагов. Подобузили немного. Еще подобузили. Хорошо. Пускарчик бегает, даст интерес. А где рутги? Рутги я, кстати, не вижу. Он фармит внизу, да? Просто. Ну, с даггером будет напряженочка. Будет душить. Так, как вилочку. Так, вилочку доделали. Абадон будет мерзко очень делать. Мерзко. Хорошо. Оп, хорошо. Оп, хорошо. Есть. Так. Сайленсер стоит. Тут. У пуджа там очень много. Тысяча хп, но армора нету совсем. Рикич. Будет нападать. Хорошо, пойдет. Дайте ему хп сольем. О, на меня нападение пошло. Хорош. Хорош. Есть, поддержал. Опа. Пошел. Хпшка. Регенка. Пошло дело. Блинкова больше нету. Заберет. Пойдет. Пойдет. Хорошая драка. Плюси хорошим мы. От Лины не сдохнуть бы сейчас еще. Есть, молодец. На разворотах хорошо поиграл, кстати. На разворотах хорошо сыграл. Почти девятый левел у нас. Это очень хорошо. Так, вижу. Ага, Сайленсер пришел. Все. Регенимся. Просто регенимся, не подходим. Блинков нету, жалко. Но все, слили по блинкам. Кстати, не забывайте Рикимару на аж выставлять, потому что он любит идти и подраться. Сам. Очень любит он это дело. Так, вкачиваем второй. Чем раньше в инвиз заходим, тем лучше. Забрать кату хочу, поэтому тучку закид. Чтобы не накидали лишнего. О, щит. Смотрите, кто там. Линочка. Быстрая. Ой, я чуть не прыгнул. О, так прыгну, а почему нет? Прыгну. Но буду драться. Это ГГ. ПТ на силу. Попробуем отойти. Опа. ТБ там обходит. Ну, Санстрайк, да? Ой, мимо, мимо, мимо. ТБ обходит. Эдс Глейва забрал. С рефлекси. Пойдет. Но Тераблейд сильный. Попался. Конечно, это вам не шутки. Я дальше не пойду. Дальше не пойду. Рудге. Еще не играет эту доту пока что. Двокер Юл делает. О, ЕСа очень ранний дайгер. Он отыгрывает. Тоже делаем, что можем. Давайте с Яшки, наверное, начнем. Вместо... Типузиола. С Яшки начнем на ЭМС. Чуть-чуть. О, ЕС и ГГ там. Шансов нет. С Яшки начнем по ЭМСу немного двинуться. Чуть-чуть совсем. СМСов начнем. О, такое. Надо уходить. Да что там, Рудге? Вот так сделаем. Я пошел, пацан. Тасты не жми, да? Хе-хе, хорош. Хорош. О, зажало его там. Ну там Дасты есть. Там пять героев. Туда смысла я вообще не вижу идти. Хорошо. Да, вот так сделаем. Оп, Энгвиз. Есть. Опа. Отлично. Так, там Рудге убегает лоха. Туповый. Успеем. У нас Яшка есть. Но у него Транпил включится. У нас Яшка есть. Не, он уже убежал далеко. Опа. ЦМХ. МХ, это МХ инвокер. МХ войкер. Играем с МХ. МХ. Войкер. Ты получишь. Ты получишь. И ТБ тоже. Теперь. Тир Блейд тоже МХ. Он тоже кликал туда. Прикиньте, два мап хакера в одной команде у меня сейчас тут. Интерес играть такое. Ну, смысл, серьезно. От души его с руки. А че не забрал-то, а? Ладно, Венгвиз две секунды. Да, вот так вот, пацаны. Стики есть еще. Эх, блин. Вот, если честно, настроение очень сильно. Ребят, запомните ники. Сексу. Ладу. Точка 18. И Джу Маев Ислом. Запомните эти ники. Это мап хакеры. Вот так вот, ребят. Поняли, да? На 85-й есть софт сейчас. Походу, есть уже. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Вот так вот. Печально, ребят, это печально. Это печально, что настоящих игроков честных уже очень мало осталось. Да, походу, айкап загнивает и, типа, нужно усваливать отсюда уже. Походу, надо сваливать отсюда. Сваливать отсюда с айкапа, уходить в Д2. Ну, потому что, блин, честно, какой смысл, да, так играть? Ребят, согласитесь. Очень непонятно, зачем заходить в доту и играть с софтом. Честно, неинтересно же есть. Ладно, эту катку тогда за доджем, парни. За доджем, за эвейдем, за кайтем. Бывает. Вот так вот, два софтера в одной команде. Ну, ладно, закончим, в принципе, эту игру, я думаю, выиграем. Посмотрите, что с айкапом. Ребятки, печально. Печально все. Печально. Но, в целом, ладно, справимся, я думаю. Главное, эту катку для вас главное гайд дописать, чтобы вам интересно было. Но это, конечно, жесть. Так, с софтом прям ребята играют. Не стесняясь. И не боятся, что забанят. Вообще, им все равно. Они создадут новый аккаунт и будут дальше кайфовать. Согласитесь, это же бред. Так, у меня всего два блинка. Лину я не смогу забрать. А давайте прочекаем. Она тоже может МХ. Смотрите. Типа я выхожу сюда, она не выйдет. По-любому. Тоже с софтом. Тоже с МХ. Бегаешь. О, стан отдаешь. Хорошо. Хорошо. Ну, походу, без МХ. Хорошо. Почти диффуз есть, ребят. Почти диффуз есть. Ну, такое дело. Лина без МХ. Она бы так не вышла. Хотя, может, он рассчитывал, что меня не убьет. Я диффуза до калача. И манту надо будет, ребят, делать после диффуза. Ади подфармим немного. Тут осталось. Чуть-чуть нам до диффуза. Внизу очень жестко. И желательно БКБ-ху надо будет сделать, ребят. Очень прессингуют, пацаны. Там пудж, там... Аббах. Аббаддон. Аббаддон. Там аббаддон. Вот так вот, а. А че ты меня лупишь? Я ближе, что ли? Опа. Так, есть, в принципе, диффуз, да? Есть диффуз. Есть диффуз. Гоу, низ, тп. Дефицца. Дефицца, ребята, надо. Ой-ой-ой-ой. Очень жестко все происходит тут. Дайте мне мой диффуз, пожалуйста. Есть. Погнали ребятам помогать. Сейчас сайленсера сразу вырежем. Или на подходах кого-нибудь зацепим. Кто там? Пудж. Пуджа на подходе. Да, у него даггер. Гоу-гоу-го, Пуджа. Раз, два, три. Готов, один. Сало надо. Раз, два. Раз, два. Ээээ, ну что за стилы такие? Вот это стил, конечно, на ИЕСе. Ты знаешь, тратить диффуз на него? Ну, потратили, заберем. Диффуза боятся затратить, в лес не ходить, правильно? На вставочку не удалось, кстати. Трипл, думаю, хотя бы на вставочку. Пойдет. Как говорил один хейтерский подписчик, да, раньше было лучше, ты рэмпэйдж всегда делал везде. В игры не всегда такие, что рэмпэйдж можно сделать. В потных играх намного тяжелее все делать. Типа, ну. Да и в целом, какая разница? Башер делаем. Какой нафиг БКБ? Башер. Соло повырезаем. Раньше и мед слаще был, и бензин по 20 рублей был, пацаны. Не во всех играх удается рэмпэйдж сделать, тем более игр очень много играется. И в каждой игре получается сделать даже трипл, потому что игры потные. Вроде фраги делаешь, но в драках там дабл, трипл делаешь. Не больше. Так, ну пудж в кустах стоит, это я знаю. Вот здесь в кустах. Вот тут вот будет стоять где-то. Нету? Он же ж тут был. У меня просто для уверенности фарма, потому что у него даггер. В принципе, я его убиваю даже. У меня очень много. Оп, зафармлено. Все, отходим. Мне кажется, кто-то по-любому сейчас придет сюда и душить будет. Прочекиваем, ребятки. Нету. Хорошо. Все. Ухожу. Рудги на меду все-таки, да? Бросил он эту тему всю в контору. У нас почти башер есть. Почти. Почти есть. Тираж Блэйт с доминатором формирует. Довольный. Довольный Тираж Блэйт. Так, Сайленсер на меду. С Транквиллой, кстати. Транквилл хорошо, армор дает. Против Рикича самото. Почти есть. Опа, глобалити. Ну, пока там глобалка, вообще нет смысла туда лезть. Правильно. Отходим. Под глобалкой нет смысла. Чувствую я со своим башером. Нафиг пойду. Так, есть. Есть, отлично. Башер имею. Че выкинем? Орбу выкинем, пацаны. Орбу. Орбу в помойку. Знаете, что мне не нравится в Рики Мару? В лейтгейме на данном герое очень проблематично дефить стороны. Там мега крипы, обычные крипы, улучшенные с подбарака второго левела крипы. Очень тяжело их дефить. Он очень таргетный, этот персонаж. Им и фармить даже только через таргет. То есть, либо ПКМом, либо таргетно через А. Из-за этого это проблематично. Я недолюбливаю этого героя именно из-за этих моментов. Так, в целом, это очень сильный херокиллер. Соло вырезаете и задушиваете. Так, ПТ на силу сделаем. Полтора кхп должно мне хватить. Сэндри там по-любому есть. Главное тут сейчас... Ага, ГОСТ у нас там есть у парня. Опа, хорошо, нападение пошло, да? Юлт. Я заберу его. Хорошо. Я дальше не буду. Спасно. Так, вот, эффект неожиданности делаем. Опа. Хорошо. Пошло дело. Прямо на вставочку. Можно на вставочку, да? Хорошо. Сделали дело. Накрысили. Накрысили трипл килл. Вот так вот, значит. Оп, дипл дел есть еще один. А, деташку сломаем. БКБ ху-некстом. БКБ ху-некстом. Пускар, мне кажется, тут бьет сейчас стероблейда. Блэйда. А он махнется хп, но а то... Тут карвиделись, я гаста нажал зачем-то. Все, махнулся, да, хитпайнты? Он заберут они там, ТБшка. Что, БКБ ху-некстом, ребят? БКБ ху. Манта, БКБ, а лучше сделать... Ну, можно и манту сделать сейчас. Вообще, пофиг будет на все. Давайте манту сделаем. Манту. Тише, фарми инвокер. Сидишь там. С МХ со своим. Блин, как же на самом деле жестко, прикиньте. Вот он сейчас стоит, он знает кто где. Он увидит по карте, если кто-то ТП сделал. Уйдет спокойно. Вот весь смысл МХ, типа. Смысл МХ. Смысл МХ, вот он таков. Эти манта есть, ребятки. Вот такой пока билд у нас получается. Имеется. Ой-ой-ой-ой, бегу-бегу-бегу. Успеваю, интересно. Рош. Стой. Стой. Бегает по кругу. Ну, давай бегать по кругу, брат. Ага, там Лина еще подошла. Манта, успею нажать? На характере чисто. О-о-о. Гемич туда же. Опа, готов. Хорошо. Тут я ухожу. Опа, пошел хил. О-о-о. О-о-о. Нормально. На вставочку, точно. Хорошо. Джи-джи. Можно БКБ хо-некстом. Отлично. Вот это я понимаю. На вставочку можно. Жестко. Гемчик забрали. Отличненько, кстати. Гемчик забрали. БКБ хо сейчас возьмем. БКБ хо почти есть. О-о-о. Убивают там. Убивают. Забрали террблейда таки. Но я БКБ хо дофармливать. Гем скину. А базу. Хорошо. О-о-о. Эхо, слэма отдал. Тоско. Стики там выкинул. Так вот, че он бегал по кругу на тускаре паре. Потому что там, короче же, этот. Ха, юлит себя тоже. Там этот же, блин. Как его? Криса там, вот что там. Кем был там? Так, есть БКБ хо. Элла слот у нас остается. Но у нас еще Абисал есть, да? Абисал. И еще можно будет Скади тут сделать. Но Скади я думал собирать через Маднес, когда буду играть. Маднес в Скади. Такой билд. А в этом билде добавить что-то типа Манки Кинг Бара. И фановая отдельная катка будет. Если ловкач, значит бабочка. Соответственно, она будет так называться. Но что там будет досконально, узнаете уже в самой катке. Так что, поэтому пока плейм. Подфармливаем. Плейм подфармливаем. Опа, хорошая руна. Хорошая руна. Погнали искать кого-нибудь. Очень много дамаги нанесу. Останная тема. Иллюзия это очень сильно. Так, был сюда. Ага, вон, пацаны. Вон они, пацаны. Опа, тут много реки Мару. Вы не знаете, какой настоящий. Поэтому не надо нас лежать. Жесть, у нас сантрики стоят. Сантрики стоят. Опа, пошел дамаг. Рутга надо убивать. Дамагу нанес на Тифану. Двигается нормально. О, манту пожжем хотя бы. Абадон, смотри, как манту жжет. Нормально. Ой, 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 пошел дамаг. Пошел дамаг. Хорош. Пошло дело. Хорошо. ПГБ-ху нажали. Хорошо. Дальше, 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 дальше. Помочь Иесу. Ай, меня фиссура отзонила. Очень сильно. Не могу двигаться. Так, иду. Ускар продолжает гнаться за Иесом. Не попадает. Шардом немного. Уходит, уходит. Да, понимает всю ситуацию. Так, ну у меня один диффузиал остался. Это плохо. Это плохо. Ну, жестко раздушиваю. Просто. БКБ-ху зашла сейчас хорошо. Жестко БКБ-ху зашла. Так, есть. Я, наверное, не буду заходить на ХГ. Ой, 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 ой. Там тускар фармилок. Кого нет соло, можно найти, вырезать. Ой, мхашник умер. Мхашника убили. Вот этого смогу убить сейчас. Он на шабаш вылетел. Главный шабаш вылетел. Вылетает. Кстати, Рики очень хороший герой для новичков. Ребятки, к слову. Потому что Рикимару может просто быть в драке. Ну вот, вы вроде есть, но вас вроде нет. Правильно? Правильно. Вот, то есть, это Рикимару. Тиррюблейд там Сало убил бедного. Ош. Вроде как бы Рики есть. Но его нету, да? Вот, то есть, новички. Обычно новички играют. Так, а что это тут видно? Тут не должно быть видно. Значит, сентри сюда ткнули. Ага, вот Пуш ходит с сентрями. Так, агой сюда. Агой сюда. Пуджа вырежем. Или, 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 или. Я не буду дифуз... Ну, дифузов в целом нету-то. В целом дифузов-то нету. Ну, блинки есть. Абаш можно? Опа, закайтили. Хорошо. Лину будем убивать. Есть. Ой-ой-ой, отходим. Блинки есть, еще два блинка. Есть. Еще раз на вставочку, что ли? Неплохо. Еще раз на вставочку. Так. Есть у нас еще слот. Давайте дополнительный слот еще возьмем какой-нибудь. Вот это, если честно, вопрос, какой слот еще один можно сделать. Next-овай катки Скади бы сделал. В этой катке тоже можно. Ну, можно и бабочку тут. Но и МКБ тоже хорошо бы зашло. На будущее, знаете? На будущее. Прям хорошо зашло бы. На будущее прям хорошо зашло бы. Жалко, что я не смогу подблочить иллюзиями. Так. Ну, вопрос на самом деле. Давайте сделаем дамагерский какой-нибудь артефакт. Вот так вот сделаем. МКБ ху стандартную. МКБ ху стандартную, ребят. Дамагерский артефакт. ХП будет немного, но в целом будет очень много дамаги. Стандартный билд, так сказать, сделаем. О, потанчишь, бро. Серьезно. Будет по кайфу. Бери. МКБ ху. Есть. МКБ ха. Есть МКБ ха. Оп, есть. Хорошо. Пока такой билд получается, докупаем еще диффузил, ребятки. Еще диффузил докупаем. Да, ег я не буду трогать, пусть ребята там душатся. Ой, хорош, попадает, красавчик. Дастый, как же поздно, но шардами закрывает. Путь что-то ориентируется. Но, видимо, понимаешь, что что-то сейчас не то будет. Путь, наверное, понимает. Здравствуйте. Здравствуйте. Линк есть. Хорошо. Нету диффузов. А, все, понял. Есть. Что это? Диффузил блейд. Есть. Отлично. Остается моншард. Обисал. Ля там в меду убивает. Эмпти боттл. А что, можно подригиняться? А, так он эмпти боттл. Обычно же боттл пишет, если там что-то есть. А там эмпти боттл. Жиза. Жиза. Там еще Оега лежит. Типа два Оегиса потом, прикиньте, взяли. А что если? Оегу не бери. Не бери. А, не то Оеги, да, забрал кто-то? Что-то забрал. З. Прикиньте, так Оега лежала бы, лежала бы и можно было бы потом забрать еще. Диффуз еще раз апнули. Блин, классная тема, что можно диффузовать и теперь дополнительно апать. Круто. Круто. Лина забрала там, да? Хорош. А мне Оегис не нужно было, я не стал его разбивать. МКБшка до кучи, чтоб не промахиваться. Мало хп в таком билде получается у Рикки Мара. Ну, в нормальной жесткой катке я бы сделал бы, наверное, Скайди. Но мне тут для билдов нужен. Ох, нифига себе, Юл. А, глобалити. Опа. БКБ есть еще. Хорошо, нажимаем. Вот так вот. Да можно двинуться. Йо-йо-йо, хп совсем мало. Надо отойти. Хорошо. И улети. Айди, Рампагу. Да, да ладно. Лол. Жесть. Прикиньте, с колдснапа. Колдснапа. Забрал. Ну, МХ-шный инвокер вот такой вот он, ребятки. ГГ. ГГ. В принципе, неплохая жесткая первая катка у нас вышла, ребят. 36 минут жесткого избиения на вставочек и прочие темы. Но, причем была такая катка 4 на 5, что было немного проблематично в начальной стадии, что мы начали прыгать. Но, мне кажется, из-за вот этого чела, ребятки, запомните, ник секси ладу. Поперебаньте все на своих лобби. Вот как показываю, как банить. Смотрите. Слэш Б. Вот, смотрите. Вот так показываю. Слэш Б. И пишем сексу ладу. Точка 18. Можете ему еще засрать стенку, что он конченый МХ-шник. Потому что я не уважаю МХ-шных челов. И рекомендую всем его поперебанить, чтобы он не против вас не попался. И чтобы за вас не попался. Так что такая тема, ребят. И напишите по поводу, кстати, хромакея, ребят, Кирилля. Очень нужен ваш комментарий по поводу хромакея. Оставляем мы хромакей? Или лучше, конечно же, сделать то, что как и было. Как и было, а именно. То есть, чтобы была комната, чтобы было как-то более атмосферно. Не знаю. Ну и, конечно, чтобы вот это на лице было. То есть, как вы помните, как в старые времена. Так что, ребятки, напишите комментарий. И погнали, Некстовый. Сейчас сыграем старого, забытого Рикимару через Маднес. И, конечно же, Скади с Башером. Поехали. Так, ребята, Некстовая катка у нас уже поехала. Сейчас у нас будет Рикимару через Маднес. И через Башер. И через Скади. Это будет лютый Рикимару, который будет быстро бить. И постараемся что-то еще дополнительно взять. На этот, на этот, на этот. Ооо, Ливер. Там восьмой слот. Слот 40 ливов. Чекайте, Ливнет. Вот этот слот. Короче, ребята, я не хост хостить не могу. К сожалению, у меня есть Лив. Потому что я три раза пытался взять героя. Блин. Не получается у меня взять героя. Кто-то постоянно забирает моего персонажа. Из-за этого приходилось ливать, короче, с игр. До старта. До старта крипов. На стадии драфта. Потому что мне нужно было пикнуть Рикимару. Вот. И, короче, из-за этого проблемка. Проблемка, ребят. Пришлось, конечно же, брать эту тему. Ладничка. Смотрите. Пришлось зайти к какому-то хосту. Ну вот хост. Кто у нас там? Девятый слот, по-моему, хост. И вот с ним играем. Там парень 40 ливов на восьмом слоте. Го. Вот так сразу. Вторым пиком. Против контрпиков. Го. Го против контрпиков. Сейчас мы им покажем. Давайте. Слардар. Баунтихантер. Всех берите. Слардар. Баунтихантер. Будем сейчас душить. Посмотрим. Посмотрим, что они смогут. Против нашего жесткого Рикимару. Сейчас пойдем в изи линию. Я низ пойду. Я низ. Я низ пойду. Тогда. Раз. Лего. Идет. Лес. Восьмой слот ливнет. Сто процентов. Там 40 ливов, ребята. Ну, там 200 игр, правда. Но не суть. Я помню, у меня тоже было 46 ливов. Но знаете, из-за чего это было? Это было, во-первых, по-моему, в сезоне 12 майкапом. А во-вторых, у меня, короче, я играл через 3G модем. Все помните эту тему. 3G модемы такую. Я думаю, многие до сих пор даже играют через 3G модемы. У кого нет интернета. Ребятки, вам сочувствую серьезно. Потому что, когда нет интернета, это очень плохо. И вот, короче, у меня была приколюха. Я подключал этот 3G модем через большой длинный провод USB-шный. То есть, там, трехметровый провод. То есть, вставляешь комп, вставляешь трехметровый этот провод в модем сам. И тянешь модем куда получше ловит, короче. И такой прикол был, когда у меня выключался холодильник, у меня отключался, короче, интернет. Короче, коротило, вы поняли? Я еще на улице, на улице обычно сидел. И получается так, что как-то ток проходит, заземления не было. И по этому проводу било током, короче, интернет вырубался. И все, ничего не мог сделать, пока все не вытащу, там, не затащи. Короче, 46 ливов было. Вот тогда жесткая тема. У меня было там что-то 250 на 150, что ли, стата. Ну, я не знаю, зайдите на аккаунт Xenazes. Вот этот Xen, Xen, сейчас покажу войск Xenazes. На вот этом аккаунте прочекайте. Там какой-то сезон есть, где там очень много 300 с лишним игр. Плюс это только победы и лузы еще. И там вот этот вот сезон был, когда люто. Там B- ранг, там 6000 ПТС было. Вот, и, короче, лютая тема. 46 ливов, конечно. Такая приколюха. Так, а что, контрпика не берут, походу, да, ребятки? Не берут контрпика? Взяли какой-нибудь? Баунтихантер. Ну, конечно. Ну, как же без контрпика? Хоть ластовый чел, да, додумался взять, сакий, контрпик. Давайте я вот так вот сделаю. По-любому, хилка нужна. Топорик, главное, берем. Качаем инвиз и побежали. Хоть кто-то додумался взять контрпик. Хоть кто-то. А тут катка без диффузиала будет через Маднес. Не, бро. У меня гайд. Мне надо написать на Рикки его. Я бы, я бы, я бы свапнулся. Так напишем. Так что, ребятки, вот такая приколюха. История жизни вам такая, знаете, печальненькая немного. О том, что когда-то кто-то мечтал поиграть в доту нормально, но не получалось. Тогда еще помню этот Нейрубиан Ассасин имел этих скоробейчиков. Было кайфно. Да, ну такие времена были. Сушабантик. Сушабантик. О, Бунти Гунтер. Через Дагон будет Гунти Гунтер. Это плохо. Кстати, там пассивный урон есть, да? Есть пассивный с Розы, есть пассивный с Перу. Очень тяжело будет через Маднес сыграть, конечно. Но в целом, я думаю, получится. Не, 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 не. Не, бро. Не, бро. Тут никак. Вряд ли заберу, конечно. Но попробуем. Опасно тут, если сейчас вылезу. Уходим сюда, в сторону. Хорошо. Ну, бывало хуже, бывало лучше, ребят. Тяжело там, не прокликал. Ладно, пойдем, регенимся. Регенимся, идем. Обратно. Курочки нету, ну и хрен с ней. ВВВ, ВВВ, ВВВ. ВВВ, брат. Пайбэк. Маднес, ребятки, Маднес тут будет. Маднес, БКБ. Придется делать, там БМ и по-любому будут. Некролайты. Будем на регенах тут, кстати, стоять. Будем раскачивать именно регены, фармить. Потому что Рикич там. Оп, хорошо. Третий брать не будем, чтобы фармилось лучше. Оп, Бунтихантер, давайте Чаполаху дадим. Оп, еще раз дадим. Хорошо. Ах, добил. Я не буду качать. Третий. Чтобы оставался плюсик. Сори, чихнул, два крипа прогулял. Сори. Оп, хорошо. Хорошо. Сори, ребят, за чихание. Вот эти. Очень хорошо, кстати, переагривать крипов, когда у вас инвиз не вкачан. Крипы слушаются прям хорошо. Оп. Оп, хорошо. Без левела оставили. Ого. Смогу пройти. Блин, не ту Когу разбил, да? Ай, не бьет герой. Не бьет герой Когу, ту ближнюю. Жесть, я хапанул. Просто Кога меня зажал и все. Давайте реген возьмем опять. Просто Кога меня зажал, пацан. Эй, я дальнюю Когу бью, а пройти не могу. Хорошо. Эх, не хватает дамаги, да? Ну, тут две тычки надо будет. Раз, два. И нет, не получилось. Печаль. Оп. Оп. Раз. Все, плюсы просто оставляем. Оп. Тебе мне тычку критовую отдаст. Плюс за медло. Опасно, опасно, опасная ситуация. Рикимару рискует здоровьем, но я умер тут скорее всего, да? Да, молодец, зажимает хорошо. Ого. Ого, 40 ливов душит. Буду аккуратнее играть тогда. Меня еще зажало так криво. А ладно, пофиг. А, вот он кто. Вот он, ливер. Орбит дирол. Вот оно что. Еще низ подфидить надо. Почему нет? Расслабляемся. Блин, я не хост, жал. О, реконектит. Хорошо. Играем. Так, пять секунд. Вот это я икспы просаживаю. Прикиньте, сколько крипов просаживаю. Ооо, щит. Сколько же я крипов прогуливаю. Ужас какой. Третий спелл как может помогать, так и руинить добивать крипов. К сожалению. У меня кто-то тпшка, по-моему, кстати, скоммуниздил. Оп, хорошо. И тпшечку еще. Давайте закупимся. Так, у меня есть сапожок. Очень страшный парень на клоке. Нужно бояться его. Очень сильно зажимает. А герой не крикает, блин. Не могу. Микроконтроль подводит люто. Что ты хочешь от меня на клоке на своем? 40 ливов, пацан. 40 ливов, пацан. О, зажимать будет? Ай, молодец. Перенервничал, перенервничал. Сразу видно. Инвиз очень хочется вкачать. Берем инвиз. Очень хочется инвиз скачать. Оп. Клок красава, конечно. Опа. 40 ливов. Как он сказал, он деду, короче, аккаунт давался. Дед играл. Оп. Оп. Сейчас возьмем орбу, ребят. Сколько у нас там, кстати? 4 секунды, да? Хорошо. Орбу берем. Орба по-любому. Нам в скайде все равно. Эх, не добил. Оп. Сейчас чуть поагрессивнее будем стоять. Ой-ой-ой. Смотри, что делает. Браконьер. Ой, хорош. Вот так делаем. На этого не заберу я. Жалко, что не застилил, кстати. У Венома. Мне дополнительный фарм вообще прям хорошо зайдет. Стики главное есть, остальное мелочь. На топе жестко. Кстати, можно попробовать Рикича тут через фейзов. Ведь у меня маднесс будет, правильно? Маднесс будет. Что ты хочешь на Клоке на своем? Он хочет меня зажать. Под Т-шкой. Под Т-шкой хочет зажать. Оп, смотри, что умею. Тангусы кушать. Сэндрик, да, Сэндрик поставил. Ага, я понял. Пуэл, пуэл, пацаны, пуэл. До свидания. Ну, я реген еще раз возьму сейчас. Регенерацию хитпоинтов. Если что, у меня есть 4 блинка. Алхимик фрифармит с соулой. Соулой. А ну-ка. Достает сэндрик до сюда? Да, достает. Достает до сюда сэндрик. Знает, что. Знаешь, а сэндричок стоит. Знает, знает. Рики Мара у нас тут. Забавный лайнинг получается. Забавный. Хорошо. Оп, инвиз размаксили. Будем быстрее заходить в инвиз. Пацаны, гангает. Гангает, пацаны. Отлично. На миду никого нету. Энигма на миду, да? Ну, ПТ-шку, наверное, сделаем дефолтную. ПТ-мом, ребят. ПТ-мом. И постараемся что-то сделать. Это к 10-му левелу где-то ПТ-мом должна быть у нас. А тут я буду драться. А чё, куда герой убегает? Жесть. Вы видели, почему у меня герой бегал так? Я нажимаю Б, прыгать, атаковать. Ой-ой-ой. Я не знаю, что сейчас было с моим контролем, но это бред какой-то. Абсолютно чётко сейчас расконтривал. Бью в когах же, вроде бил. Нет, у меня герой начал бегать. Просто как будто отменилась автоатака. Ладно, фидим, ребят. Окей. Не знаю, чё тут как-то это. Рак. Получается, да? Не знаю, в чём прикол, почему герой бегал просто сейчас. Я нажимал ПКМ-ом, атаку. Даже пересмотрите. На записи будет видно всё. Пересмотрите. У меня просто герой начал бегать. Всё, треки есть. Там овер-гг сейчас будет. Блин, обидно. Я Клока сейчас на изи забирал там. И БХ меня там не убивает. Я в инвиз просто зашёл бы сейчас. Я не понял вообще, почему сейчас так получилось. Ладно. Бывает. Пусть БХ треки по КД накидывает. В инвизе я тут стоять не буду. Ну, 0-2 стою, ребят, в изи-линии. Чё-то как-то этот момент на самом деле... Такой себе. Такой себе этот момент. Немного не вкурил я его. Я его пересмотрю ещё на записи. Не знаю в чём. В чём прикол был, но... Очень странный момент. Чересчур. Чересчур странный момент получился. Тот и запарил уже. Абхан на своём. Надо даст и купить. Сейчас даст и куплю, попробую его убить. Батеха есть? Подрегеним ся чуть-чуть, давайте. Хорошо. Зашли в инвиз. Летит. Вся тема. Очень странный момент. Я пересмотрю его ещё. Сделаю какие-то выводы. Давайте дождёмся. Сейчас он вылезет. И курую за нём. Хорошо. Будет вылазить. Хорошо, вижу. До свидания. Хорошо. Законтрили баунтихантера. Баунтихантер так же, как и Рикимару контрится. Легко. Хорошо. Есть. Немного реабилитировались, ребят. Убили одного. Браконьера. Браконьера одного убили. 40 крипов это очень мало. Очень мало, ребят, 40 крипов. Но левел зато хороший. Девятый. У кого там девятый ещё есть? А, я топ-левел на карте. Ну вот так вот. Топ-фидер и топ-левел получается. А, нет. Топ-фидер ес. Кто-то ещё пришёл, увидели. Некор. Ну, пол-БМа. Хейтерский некролайт какой-то с БМом. Плюсану, гоу. Задушим его. Маднес. Сразу Маднес буду делать. Тут как бы не пришлось бы Маднес... Ну, Маднес Башер хочется. Маднес БКБ. Не очень так. Развернул. Хорошо. Ой-ой-ой, хорошо. Что там Алхимика Армлет, да? Молодец, он там фармит. Маднес, Маднес, ребятки, уже всё. К десятой минуте я говорил, но если б не сфидил... Кстати, к десятой минуте сделал бы всё. Маднес есть. Имеем. Хорошо. Ой-то, мол, химик какие хп имеют. Давайте прогуляемся на топ. А, не, 11-й левел надо. 11-й и пойдём гонгать. Давайте так сделаем. Побьём тэшку. Хорошо. Пропускаем крипа. Хорошо. Душат там ребята на топе. С Энигмой. Энигма душит хорошо. Чё там Клок 40 ливов? 3-0 бегает. Между прочим, я его нафидил. Нифига себе, пацан. Вот так вот, пацаны. 40 ливов у пацана, а он сильный оказывается. Ну, наверное, когда катка не идёт, он ливает всё-таки. Согласитесь. 40 ливов это очень много. Или у него свет выбивает, так как у меня. Ой, свет. Интернет. Как в прошлом. Не знаю, на эту тему можно вечно дискуссировать. Но в целом, один раз я должен был его убить. Но я не понял, почему не убил у меня герой. Видимо, так надо было. Блин. Блин, пришёл, конечно, вот этот чел на Веноме. Собирает. Фарм. Я хочу 11-й взять его и идти погангать. Мом, есть. Чтоб ещё дополнительный блинг был. Или хрен на него. На этот блин. Он Энигма идёт. 7-й левел. Она не одна, наверное. Потому что она оба одна так нагло не пошла. О, Клокус. С ПТХ, кстати. Ты пришла мне. О, ещё и Некр. 4 минимум. Их тут 4 минимум. Так, надо не попасться под хитбокс. Блок сразу хукшотни. Ага, вон Алхимик ещё пришёл. Всё, все они тут. Они все тут. БХшник ещё, вон он. БХ ещё тут. Пошло дело. А я Угар всё равно. Стики успеть нажать. А, толку. Стики не нажму на мне трек уже. Вот так вот. А Виномансер там так и простоял. Хорош. Ну пойдёт. Пойдёт. Фидим. Если фидим, значит катка интересная будет. Ес, с брейсером. Молодец. Ой, БХшку подловил. Ес, помогай, помогай. Эхо слэмы. Пошёл, пошёл, пошёл. Ес. Восстанавливаемся. Писуру. Ой, молодец. ГГ. Чуть-чуть раньше бы, да? Но фидим. 3-3-3. Нормально. Для того, чтобы катка была интересная, нужно пофидить. Это всегда так было. Молодцы. Нормально, зато клока забрал я. 40 секунд ещё. Ой, зачем мне? Зачем? 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 Зачем ты мне? Зачем ты мне рипера дал? Ну, типа, я вот ещё 30 секунд. Сейчас бы уже рестался. Ну, ещё 30 секунд сижу. Ой, 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 ой. Долго, долго, очень долго сижу в таверне. Ну, за счёт риперов. За счёт риперов. Ну, сейчас надо будет душить. Я типа сейчас на низ сделаю. Надо чё-то от БХ сделать. Опа, легич. Опа. Сейчас на низ ДП сделаю. О, там в центре. О. Бэшка ещё беру. Энигма там. О, тел любого. Рош. Давай я хотя бы вот этого заберу. Рош. Рош. Пойдёт. Нормально. Башернекста. Как по плану, ребят, надо. Как по плану. Зато трек кинул на БХ, парень. Зато трек кинул. На топе фарма много. Там алхимик фармит, правда, это плохо. От алхимика буду разваливаться. С его кнопки. С одной. С Ацида и сроденца. Манту было бы хорошо сделать. Хорошо. Я ухожу. Мне тут нет смысла оставаться. БХ пришёл. БХ меня будет искать, чтобы трек кинуть. БХ тут. Есть в чём. На легионе по кайфу играть. Одну кнопку дарёшь. Дастов нет. Ого, дасты купим ещё. Опять. А, я понял. Всё, ухожу. Ухожу на другую линию. Это чисто проблема, Рилли, Банки Хантер. Против Рикки Мару. Это лютая проблема. В центре стоят, всё невозможно. Но специально контрпикнул, пацан кайфует. Перефармим чуть-чуть. Постараемся задушить как-то. Без Аквилы вообще Регена нет. Маны. Нам Аквила очень нужна. Сейчас Алхимик с Радиком, с Дайгером меня чпокнет. Хорошо, Аквилу собираем. Is that all? Хорошо. Не удивлюсь, если Банки Хантер сейчас просто возьмёт, сделает ТП ко мне. И придёт меня душить. Не, Алхимик тут. Кстати, без ультимейта, но с Аккортом. Попробуем, может? Давайте попробуем. Или под Кату, под Ласт Хит Каты давайте попробуем. А-а-а, ну как я сказал, не удивлён буду, если он сейчас придёт сюда на Банки Хантере. Уф. Ну я бегу, но вряд ли я тут убегаю. Вряд ли. Квеному попробуем. Да, не удивлён, что БХ сюда пришёл на ТП. Вот, ну серьёзно, просто. Взял специально, чтобы меня контрить. Ну бегает, кайфует, пацан. Ууу, нифига себе мисклик. Ну, рак, получается, на Рикимару у нас. А, БХ специально хейтит меня. Я понял. Треки максимум по мне. Я, кстати, убил бы, мне кажется, его. Алхимика. Кажется, убил бы. Шесть, веном, даггер просто. Даггер просто. Обей ты крипов, регенься, брат. Бегает по кругу. Это как у меня, походу, было. Умрёт, с догон. Не знаю, может попробовать самим его похейтить. Мом, в принципе, есть. А толку я не раздамажусь всё равно. Только попробуем, я не знаю. О, попал. БХ тут. Попал. Просто в них там сентри все ставят. У нас в сентре никто ставить не будет, походу. Только попробуем. Опять-таки, БХ рядом. С ним по-любому будет этот клок. Чё, вылезти, трек поймать. Кстати, этот мув, что я сейчас сделал, Алхимикур 1 сдаёт. Началько. Джавелин. Ну, старая мета, чё-то как-то против ещё контрпика очень тяжело идёт. Честно. Очень тяжело. Против контрпика ещё. Тяжеловато, мне так кажется. Как-то. Попробовать вообще не вылазить, может. Пока БХ не увижу, пытаться его зафокусить. Блин, там очень сильная кнопка Энигмы. Опять-таки, БХ сентри ставит. Я сентри не хочу ставить, честно. Но БХ это не такой герой, как Рикки Мору, в принципе, да? О, вот она, крыса. Хорош. БМ. Энигма. Я салада. Хорошо. Надеюсь, успею. А, всё, блин, канулась. Печалька. Но Башар почти есть. Башар почти есть. Кто там на низу? Энигма, вон она. Хорошо, сюда идёт. Хорошо. Башар почти есть. И надо будет мангу какую-то сделать, наверное. Ушла, ушла, да, Энигма? Опасно тут под Т-шкой. Я БХ уже рестница. Нету тут Энигмы. Можно посмотреть. О, нашёл. Хорошо. О, накинул такие треки. Кинул, кинул. Довольный, наверное. Прыгает от счастья, прям когда треки на меня кидают. Прикиньте. Сам такой. Довольный Рикимару. Стопро. Ой, Рикимару. Ну, Рикимар тоже довольный, кстати. Баунти Хантер. Довольный, наверное, что описывается аж. БКБшка есть. Ой, БКБшка. Ну, вы поняли. Бас Хер. Напишено же Бас... А, Бас Хер. Да, так и напишено Бас Хер. Ловит, умирает. О, хорош. Упс. Хорошо. Хорош. Опа, нарезали чуть-чуть. Чисто нашинковали немного. Сюда. Вот здесь выходить. А можно МОМ? Хорош. Отлично. Отлично. Ну, контролем, контролем. БХ так Лару поймал. Так, Лару поймал, что хорошо стало ему. Че Next там, спросите вы? Я бы Next там собрал что-то типа манты, чтобы снимать. Баунтихантера трек. Линка не помогает против трека, поэтому что-то надо такое. Что там? Некор, да? Я прыгнусь, будет фиссура. Ну, ладно. О, это был байт, да? Можно уйти, пожалуйста. Я тут не уйду. А я от себя откачу. Да, да блин, жестко. Вот, блин, вообще не вариант уходить под баунтихантером. Уф. Или диффуз еще до кучи сделать, я не знаю. Давайте манту просто, манту. Манту надо срочно делать. Но не могу ничего. Сколько там СТ-шка, кстати? Две двести. Ну, это слабенько, две двести. И опять-таки, все эти две двести СТ это с меня. Вот, кстати, наглядно. Насколько сильно, насколько сильно Рикимару контрится баунтихантером. Да БКБ нажми. Ой-ой-ой, АБКБ. АБКБ. Нифига себе. Ну, все равно я рак. Что тут, о чем речь? Ксурош. Забрал бы там всех он, если бы пробафился и нажал. Блин, жестко, да? Согласитесь, очень сильно контролится Рикимару. Ну, ладно. Ладно. Тупо смотришь постоянно, трек висеть, все, гг, ну не уйти. Тем более, там такие герои. Сейчас пойдем по лесу искать Энигму. Выфармим Яшку. Войдем в манту и будем уже как-то больше жить. И БКБха тут, наверное, еще нужна будет. Давайте ТПшку скинем. Погнали. Все, что даст и принесем. Есть. Ай-яй-яй. Быстренько зафармим. А, бежит, бежит. Чисто хейтер. На БХ. Согласитесь. Вообще без варика тут это отрицать. Отрицать без варика. Что хейтер на БХ. Тупо хейтер на БХ. Чекайте. Тупо хейтер. Не устал? Бегает просто за мной и все. Только убежал. Ага. Тук-тык-тык-тык. Реакуру. Не удивлюсь, если он еще тут где-то сейчас бродит, чтобы еще продлить трек. Ага, вон оно. Пошел на топ, да? Хорошо. Погнали. Если что, гем. Но гем плохо, что он взял гем, по сути. Хорошо. Идем. Опа-центрик. Хорош. Блинка. О, я ему линку сбил. Хорош. Я ему линку сбил блинком. Это очень хорошо. Удачи вам и веселой игры, товарищ Баунтихантер. Хорошо, яшка есть, ребята. Удачи и веселой игры. Курован полетела вот там вот где-то. Там где-то они. Некор тут. Упсан, отойди. Алхимик? Руш. Ой-ой-ой, блэк холл сейчас будет, да? Так вот сделаю. Хороший баш. Ай, отлично. Просто прекрасно. Под энигму не вставать вообще будет хорошо. Просто прекрасно. Так, БХ всегда по-любому ТП будет делать. Мы сейчас его настигнем. БХ, делай ТП, брат. Нет, вот сюда. Куда-нибудь. Ждем. Вы ТП делаете или нет? Должен, мне кажется, ТП сделать. Как Криса настоящая. Я дам сразу же даст и пойдем душить его. У меня, правда, блинков нету. Ну, зато написано Рейди. Будет очень хорошо, если вылезет. Вот здесь где-нибудь вылезет. Вообще классно. Мом, нажали, побежали. Пробафаемся. Вылазить даже не буду. Не, ну БХ ушел, да? Ага. Ну БХ пошел по своим делам. Фармим. Интересно. Гадко получается. С таким большим количеством фида. Это БХ. На контрпике. Проблемка. Яшка есть. И тут кто-то есть. БХ. Оу, щит. Где я? Можно выйти? Жесть. Сток на меня трек не кидай. Роза, ацид. Роза, ацид. Родиенс. Жесть. Прикиньте, я Мом просто нажал и побежал. Ну блин, не та катка, чтобы с Маднесом играть. Ну серьезно. Что, будем вардить, походу, да? Ну гем отдали. Жесть. Прикиньте, сколько там дэмэджа идет пассивного. А у меня Мом. Я Мом нажал, кстати, я флого был. Блин, да хватит стучать. Ну что это такое? Тупая Энигма с Блэкхоллом прыгает и все. Ладно. Перетерпим. О, варды Эмбэ. Подставим. Кто-нибудь хочет варды поставить? Кроме меня. Вот он, например, Эмбэ. Винстон, вот этот вот. Блин, забавная фидерская катка, жесть. Кросс. Кросс. Даст и продам нафиг. Ставьте, говорит. Ты, сап, не? Или Рики должен ставить. Но мне даст и не варик выкидывать. Согласен. Поставим. Уэйни. Чуть-чуть раньше бы. Блин. Засейви, да? Хорош. Дай. Не дает. Монетка. Дефить надо. Так. Ииии... Можно сделать этот сейчас. Ультимайтор купить. Кто в миду? Некр. Некр мне не надо. Хорошо. Энигма сюда пошла куда-то. Я за Момо и убью быстро. Сюда поставим. Хорошо. Чемист в лес пошел. Манта уже есть. Сманта чуть полегче будет. И БКБ надо делать. Тут не доска. Сейчас, кстати. Алхимик тут фармит. Фармит 100%. Да. Он золото экспу дает. Хорошо. Жесть я его просто разрезал с Момом. Очень жестко. Вот там блок. Энигма. О, Энигма. Кстати, с Гастом. Это плохо. Хорошо. Давай-давай-давай. О, побежали. Рубить. Мом нажали. Просто руки с клавиатуры убираете. И все. И пошло дело. О, Некур. Го Некура еще. Вар поставил Энигма, да? Жесть. Прикиньте, Мом нажал. Просто руки с клавиатуры убираешь. И все. И пошло дело. Ну, 14 на 6, ребята. Играем. Ну, тяжелое. На контрпике. Напоминаю, те, кто присоединились. На контрпике, конечно, очень тяжеловато играть. Честно скажу. На контрпике тяжело. Давайте вот здесь Вард еще ткнем. Вард уже там откатился. Давайте, блин, БКБ ху делать. Ага, Вард снимает, да? Энигма, смотри, что делает. Еще не снял. Вот здесь поставим. Хорошо, на Энигму баш вылетает. Там очень быстро умирает она. Так, есть Маднес. Есть Манта. Все, что нужно, есть, ребята. Дастов только нет под БХ. Хорошо. Имеется. Вот он баш долгожданный. Долгожданный баш. Встань его там. Хорош. Нормально. Долгожданный баш сработал на Клок атаки. Энигму нахожу, убиваем, вообще легко становится. Энигму нахожу, убиваем легко. Или без БКБ, ребят. Просто в Скайде сейчас. Без БКБ, в Скайде. Без БКБ, в Скайде. Скотина, а? Нам БХ. Вот Скотина. Ну, минус ХГ. Когда Энигма рестница? 11 секунд. Ну, минус Мид делаем. Скайде сделаю. Скайде сделаю. С Мида очень много. Золото сейчас возьмем. Все, уходим. Это Скайде, ребят. 5 тысяч, правда, еще. О, погнали. БББ. Вы куда там? Мы решили пофидеть, ребята. ББ. Скайде сделаем. Крипы не агрятся, смотрите. Это как? А, Мунлайт, возможно, работает, да? Да, Мунлайт работал, поэтому Крипы не агрятся. Короче, комбинация. Когда вы находитесь в Мунлайте, тогда вы не выходите с Инвиза для того, чтобы атаковать. Ну, это старый баг, я его миллион раз показывал, так что держите в курсе. Когда Патма ультует. Вас не видно, если вы даже вылазить атаковать. То есть, видно так, что вас атакуют, там, дамага, ну, поносится. Получаете урон там. И все. Я-то думал, что я эншин-то не такой. Опа, гем. Гем, Энни. А я сейчас Скайде сделаю. Жесть, люто-быстро Эрикемару получаются. Так, ну, 5-300 мне надо. Насколько я знаю, 5-400. 200, 5-400. Ну, быстро выфармим. У нас Маднес. В чем преимущество такого Эрикемару? Я могу фармить лес. Да. Я могу фармить лес. В целом, катка интересная получается. То у них там трон уже падает. Изи катка, короче. Изи катка. Напишите свое мнение, ребят. Какая катка вам понравится больше. Понравилась. Но, в целом, я еще буду спрашивать эту тему, какая катка больше понравилась. Потому что еще катка не закончена. Опа, там Рошан, походу, да? А, нет. Все, хорошо. Нет, так нет. Нет, так нет. Сейчас с Скайде будет, конечно, жестко. Манта есть. Можно Рикича не бояться. Вернее, Баунтихантера. Так, 200 золота у Варды, пошли снимать. Хорошо. 200 золота еще. 200, 150. Он алхимик фармит. Вот этих крипов должно хватить. Хорошо. 5 копеечек. 20 копеечек даже. Искаде есть. В принципе, айтемы, несмотря на тот фит, на раннюю стадию, у айтемы приемлемые, ребят, получаются все равно. Еще бы обессал сделать, да? Это что такое? Счастье у меня Рики Мару лютый получился. Тут БКП надо, а не Скайде. По сути. Риакуру. Кто там идет? Клок с БФом. Воу. Задушу. Мне кажется, я его за баш убью. За баш? Больше пол хп? Делее. Хороший. Сейчас анимма БЛЭКХОЛ. Нет, не выйти, не могу, выйти, не могу. Зажат, зажат. Так что я тут не контролирую. А че они там вдвоем фармили? Лоу. Хорошо. Можно смело, мне кажется. Я сам заберу его, кстати. С МОМом. Я заберу. Пока алхимик может прийти за парафиницей с Энигмой. Энигма идет. Фисура, брат. Фисура, брат. Фисура, брат. Фисура, брат. Ну зачем ты в БЛЭКХОЛ идешь, да? Гем. Гем заберете? Или мне забрать? Заберите, пожалуйста. Да, Вениг берет. Осуждаю. Ладно, не судьба, не окра души. Блин, там все по ГАСТу купили. Это плохо. Это плохо. Трон, да лучше вниз пойти, так неинтересно будет в трон. Хорошо. Да ладно. Патма убила алхимика соло. Осудительно. Осудительно. Так. Ну, в принципе, пацаны оппозицию дают. Так, а ЕС, а что там убьют? Убьется ЕС, да? А нет, повезло. Или БХ там поможет? Так. Ой-ой-ой. Лего без БКБхи? Я бегу. Я бегу. Я бегу-бегу-бегу. Лего без БКБхи, без кнопок, под треками. О, по-моему, пацан. Хорош. Хорош. И тебя тоже, брат. Гем-гем-гем, ребятки. Ну, я не буду его себе ложить. Там-там два гема. Два гема. Ох ты, крыса, да? Прикинь, успел. А я тот гем не видел, честно, который у Энигмы был. Он опять его взял. Мы только его убили, он опять гем купил. Некр-бэйбэкнулся. Вот так вот. Сейчас Абисал возьмем. Нужно Абисал. Интересно, тут в центре есть. Сейчас проверим. Методом тыка. Ладно. Значит, судьба. Не надо так, значит, туда лезть. Так, 3600. О-о-о, заберут сейчас, да, походу, нашего пациента. Да я не буду делать от БКБ. Это несерьезно, ребят. Если билд конкретный жесткий интересный, то надо без БКБ, правильно? Я думаю, правильно. Далим онлайт. Лайд дали. Хорошо. Они бы забрала, гем, да? Нет, без гема. Хорошо. Так, 3-800. Но я Абисал покупаю. Я Абисал покупаю. И ласт лотом еще что-то можно будет сделать, типа бабочки. Я думаю, тут хорошо. Или молнию. Молнию давайте сделаем. Типа у нас Рикемару люты заряжены. Не знаю, не видел никого. Вы видели Рикемару? Не видели. Крис, наверное. Вы видели Рикемару? Я нет. Кого-то там гем должен быть. У БХ, мне кажется, гем. Я не видел Рикемару. Вы видели? Не, я тоже не видел. Алхимик тут фармит. Сейчас будет, я его зафармлю. Так, ну Радика мне не дамажится лицо. Значит, его тут нет. О, Клок. Клок тут рядом. Клок рядом. Даст и БФ. Так, не подблочится. Можно на него нажать, пожалуйста. О, я не успел. А я чем сбить? А, я умер. Смело. Да. Да. Чуйка. Или что, БХ? Фокусил, походу, меня с гемом. Есть гем у него. Это Дайвижен. Нету гема? БТФ. Почему он Даст и нажал? Ладно, один в четыре, ребят. Но на меня нажали... Что-то не знаю. Даст и вообще невзначай были. Тупо... Я даже не подблочивал никого. Ладно, везение. Везение, ребят. Везение. Спишем на везение. Спишем на везение. Спишем на везение. Забавно. Ну, я в шоке. Видимо, софт... Ну, типа, реально, вы видели? Я даже никого не подблочил. Хз. А может, тут сентри стоит? Ну, вроде не было сентрии. Но Black Hole меня дали. Это хорошо. Это хорошо. Так что, вот такая тема. Нормально, молодцы они в целом. Да? Видно было. Лол. Так, ни у кого же гемов нет. Вот сейчас Enigma есть гем. Кресеныш. Ага. На ГГ. ГГ катка, ребят, получилась. Задушили мы таки эту игру. Один в четыре. Ребята разменялись. Заход от сентов. На ХГшку. Душиловка пошла. Походу, ГГ, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ребята решили, короче, пофидить там на ХГ. БКБ их не хватает все-таки, да, в таком билде? Но я не буду его делать. БКБ. Я либо крит, либо молнию сделаю. Кто там задушил? ЕС. Что? ЕС четырых убил. Ну, я дефаю. Сори. Мне некогда. Мне некогда. Можно Кирасу сделать в таком билде. Типа, знаете, еще быстрее сливать. Но это больше, знаете, фановый билд без БКБхи. Без БКБхи это больше фановый билд. Я не считаю этот билд серьезный, серьезный. Он прикольный, да. Если б контрпика не было, вообще б изи катка была. Согласитесь. Но как без контрпика на Рики, правильно? Дасты, дастами особо не законтришь. Рики Мару. Можно там диффузор скинуть, можно мантой скинуть, БКБхой скинуть. Вообще пофиг. Ну, что, Энигма. Вот отсюда прыгнул. Оп. Тык-тык-тык-тык-тык. Все, побежали. Я пошел дальше. Не мешайте. Не мешай. Ну, чисто полуфановая катка получается. Семь раз, кстати, сдал. Жестко. Ну, тут все. А, Батма три раза умерла. Да, только. Все много поздыхали. Ну, контрпик. Тяжело. В целом. Тяжело. Еще кнопки сильные там. Ладно, отмазался, да? Окей. Так, хорошо. 22 на 7. Тащим, пацаны. На дно, правда. Что я сделаю? Я хочу молнию все же, ребят. Скорость атаки. У-у-у-у. Пача. Молнию хочу сделать. Вот, хотите осуждайте, хотите нет. Фановая катка через молнию. Ну, как фановая. Тоже такая полусерьезная. Так, гема нету. Гема там нету. Чекаем на сентре. Сентрей тоже нету. Сентрей нету. Сейчас на Венома побегут наверху, да? Опа, на топе. Локус. Сейчас все под топ будут стягиваться. Чекайте. Вот здесь тоже. Ага. Чем есть? Этого пацана сейчас. Хорош. Идем. Есть там гема у кого-нибудь? Нету там гема? Так, мне остается мифрил хаммер купить. И все. Тут некор где-то. Некор вот там вот. Скорее всего. Нету тучки. Я прыгать не буду тут. Не буду. Прыгать туда не буду. Раз, два, три. Три блинка и убили. Жалко, в инвизидах бх стоит. Так, но мифриловый есть. Хорошо. Ломаем топ и низ. Джи-Джи. Ну, забавная катка в целом получилась. Жалко, что с молнией тут не успел еще. Забавная. Катка получилась. Бх всю игру довольным был. Ну, Бх. Главное, чтобы Бх был доволен, да? Гемчик. Гемчик. Забирай. Главное, чтобы Бх был доволен. Согласитесь. Он же контрпикнул. По кайфу ему. Так, вот такой синенький билд у нас получается. Синенький. Еще ПТх у нас синим сделает, чтобы синенький. Сейчас, сейчас, сейчас. Дождемся момента. Нагло бейте. Не хотим. Не хотим. Ой, да, стыдали. Я убегаю. Хорошо. Меня палят тут. Крисы. Жестко, жестко получилось. Молния еще. С молнией на себя кидаешь, побежали. Жесткий билд. Получился. Так, ну нужно ж проверить его в действии. А то, чем мы быстро бьем, но недостаточно быстро, чтобы закончить катку. Правильно? Так, Энигма Гем. Бх. Энигма Гем. Энигма Гем. Ничего успел дать. А, прикиньте, нету. Хорошо. Блинки кончились. Но, мол, не кидал, не бьют, потому что... О, так он назад блинканулся. Кто там, алхимик? Хорош. Ну, я нападу. Цеплянку откинет. Или ладно, вот так вот нападет. А, манту не успел, прикиньте. Джи-джи. Да ладно. Да ладно. Мда. Такой бред. Прикиньте. Манту не нажал, все, ГГ. Надо было сразу манту нажать. Стареем. Что это с БКБ? А, он в БКБхе. Я думаю, что он такой большой ЕС? Ну, ГГ. Не знаю, ребят. Какая катка вам больше понравилась? Это нарезательная или прошлая с диффузами? Но эта катка тоже своего рода прикольная, можно сказать. Потому что она какая-то необычная. Ну, с Маднесом, да, можно быстро нарезать. Но, но. Под контрпиком очень тяжело. Я раз 5 точно от контрпика сдох. Тупо раз 5. И в целом, если бы эта игра была где-то примерно 27 на 3, она была бы намного чище. И красивее, согласитесь. Так, в целом, в принципе, интересно вышло. 50 минут. Там ребята с Блэкхоллами прям нормально так поддушивали. Красавчики. Ну, молодец на Энигме парень. На Клоке тоже парень молодец, нормально делал. Ну, несмотря на то, что там Ливер Клокер, 40 ливов у него. Тупо, ну, парень молодец. Не ливнул и доиграл, и в целом. Ну, так он собрал дичь какую-то в БФ. Чего? На этом катка, наверное, это заканчивается, я так думаю. Даже Байбайк оценирует от смысла. Ай, какой Блэкхолл. Какой Блэкхолл. Джи-джи. Опишите мнение, какая катка вам прием... Ну, если честно, это с билд 83-й карты, я лично считаю. Потому что на 83-й карте данный билд более будет актуальный. Потому что Маднес там более метовый. А в этой, как бы, карте, я не знаю, сомнительно. Но в целом, каточка мне понравилась. Она интересная вышла. Вроде как интересная. То есть, такая суета, знаете. Контер-пики, фит там, туда подобное. Там, тому сюда, это, это. И, короче, в принципе, камбэкнули. То есть, ну, такой смысл какой-то. Погнали, некстовую катку. Некстовая катка у нас секретная. Что мы там будем собирать, я вам не скажу. Рекомендую просто посмотреть. Поехали. Так, ребят, загрузилась у нас. Крайняя каточка на сегодня секретная. Тут вы, в принципе, знаете, что у нас будет. У нас тут будет фановая катка. Надеюсь, еще и потненькая будет немного. Чтобы было именно весело. Надеюсь, будет тут катка без диффузов. Без диффузов, потому что я не хочу собирать диффуза. Я хочу собирать бабочки. Чтобы эта катка была оверфановая. Ну и что ж. Все вы знаете, что силач у нас это тараска, ловкач, соответственно, бабочка. Так что сейчас будем собирать бабочки. Но будем, конечно, играть в дефолте сначала. Ну как в дефолте? Скорее всего, пойдем так же через Маднес, как мы играли. Надеюсь, контрпиков тут не будет особо жестких, чтобы можно было поплеить по кайфу. И так будем душить. Почему я хочу собирать бабочки? Вопрос. Потому что фановая катка очень интересно должна получиться. Ну и пойдем мы через Маднес. Почему через Маднес? Потому что все-таки можно даже и в лес нырнуть. И как-то, блин, не знаю, как-то поприкольней что ли. Через диффуз получается, что диффуз дает очень много ловкости. И дает возможность, ну, забирать чуть, наверное, почаще, что ли, я бы сказал бы. Но обычно его собирают, чтобы снимать Гасты и Юла. Но хочется именно через Маднес. Через Маднес. Ну, если будет тяжелая катка, возможно, придется и диффуза еще добирать. Потому что очень часто Гастами пытаются законтрить Рикимару и его дучку. Поэтому, ребятки, такая тема. Так, взяли Слардара у нас ВС. Это хорошо. Хорошо. ЕСа взяли. Сегодня, кстати, все катки играют через... Ой, через... Против ЕСа. Все катки. Интересно получается. Интересно. Так, хорошо. Пикаем дальше. Да, кстати, напишите свое мнение по поводу хромакея. Все-таки, ребятки, вот каждую игру говорю, нужен ли он или не нужен. Оставить хромакей или оставить ту комнату, как была. То есть, допустим, вот как вот комната, да, вот эта вот была. То есть, оставить ли этот фон или оставить все-таки хромакей. Что прикольнее по-вашему выглядит. Но мне кажется, с комнатой было поинтереснее как-то. Честно. О, еще и БХ взял. Ля, два жестких контрпика, да? Ой, жесть. Понапикали, пацаны. Ладно, погнали. Топ. Жесткие контрпики? Ну, попробуем. Кстати, манту тут, походу, надо будет делать, пацаны. Манту. Манту. Потому что там и треки, и амплификации. Жесть, жить вообще не дадут. Жить вообще не дадут. Ну, ладно. Соберемся, посмотрим, что получится. Через бабочки, глядишь, и победим. Если будут очень сильно душить в начальной стадии, то придется, конечно, собирать все-таки манту. А очень хочется собирать бабочки. Минимум две типа хотелось бы. Но если даже одна будет, и потная катка будет, я думаю, в принципе, обоснованно. Потому что, ну, по кайфу все равно будет. Все равно. Главное, главное, чтобы одна из каточек на гайде была прям такая, ну, интересная, потная. Все было good. Повелитель тьму. На мид собрался, да, походу? Тинкер еще будет топ, походу, стоять. Ну, с тинкером особо я не пофармлю, я так понимаю. Печалька маднесом не буду давать пользоваться, да? Хотя посмотрим. Че, посмотрим, че у нас по лайнингу будет. Поглядим. БХ тоже с топориком, видимо, фармить собрался. Фармить собрался парень на БХ. Книзу, ребят, много. Нет, не хочет он руну забирать. Погнали. На топчик. Так, ребята, тут... Ой-ой-ой, с Лордара выхукали. Не заберете вы, наверное, его, да? Аппарата связали. ГГ. Первый дай ему, брат. Худж, может, и заберет его, кстати, да? На хук не хватает? Там 90... А, 110 даже. Не успеет, не успеет. Хе-хе, лол. Лол. И Пуджат тоже туда же. Хороший старт у оппонентов. Очень хороший. Хорошо. Не, главное тут покрепиться нормально, чтобы можно было потом с хорошими артами выйти. Выйти. Не Аль-Кью-Кю, в смысле, выйти? А, блин, ну, походу, не пофармить. Да, Тинкер тоже хочет фармить тут. Вот зачем, зачем ты мне тут? Ненавижу на Рикимару соревноваться в фарме, потому что Рикимару имеет абсолютно бестолковый дамаг. Восхитить на нем очень неприятно даже. Сколько игр игр играет, до сих пор не могу привыкнуть к этому ластхиту. Плюс еще, если через третий ластхитите, ой, вообще вешаетесь. Ну, ладно. Попробуем что-то сделать. Давайте возьмем Орбу. Орбу возьмем. ИС пришел, да, с гангов? Хорошо. ИС с гангов пришел. Пусть Тинкер стоит уже, хренслив. Но я фарм постараюсь ему не дать. Мне бы стартовое что-то, чтобы можно было нагибать. Все будет огонь. Эх, не добил. Хорошо. Поддамажили. Хорошо. Ой-ой-ой, как хорошо. Ой, как хорошо добил. По-крысиному, да? Как-то. Так, что на третьем берем тучку. Оп, хорошо. Ой, как хорошо. Давайте стик возьмем. Кстати, золото у нас одинаковое. Но я уже прикупил, да? Артефактич. Сын Аганима, как говорится. Ландар на миду. Оп. Сейчас возьмем тучку. Поторопился я. Оп. Опять поторопился. Сапог. Честно, иногда были мысли собрать Рикки Марычу поезды. Но, блин, поезды на Рикки это жесть. Честно, я даже не вижу этого героя с фейзами. Даже не вижу. Даже не вижу этого героя с фейзами, честно. Это какой-то ужас. В моем представлении, Рикки с фейзами, это какой-то ужас. Да давай, кинь, любого, братан. Рош. Нету кнопки. Нету кнопки. Так, ну сапожочек взяли. Оп. Хорошо. Эх, чуть не до обузил. Есть. Что будем делать? Реген брать или, конечно, третий? Честно, не знаю. Что лучше взять будет? В принципе, реген мне тут тоже нужен. Давайте по дефолту второй максить, а потом уже раскомбетчимся. Раскомбетчимся потом уже. Печально. Что, не добиваю? Крипов у крипов не могу забрать на реке Мару, да? Называется так. Это вот там задушивает. На ракеты прогулял, кстати. Тангусы кушай. Сентрики баха тут не будет. Оп. Хорош. Он так и знал, что сейчас нападет. Ну, хоть сам постою. И то радует. Знаете, чем мне нравится, когда вот так вот соизник умирает. Типа, ну, по кайфу можно постоять соло, короче. А мне соло жесть как нужно. Ты чё? Псих? Ля псих на баха. Смотри, что делает. Сентри взял. Да ладно? Ой, ну такой бред. А можно? Хорош. Пойдет, идет. Забрали. Хоть и не мне фраг, но в целом справедливо, я считаю, потому что тинкер сентри взял. Мне сентрифладу брать. Нафты криса. Криса 2x. Пт-шка есть, кстати. Пт-шка есть. Опа, хорошо. Тинкер автоатакер. Опсы. Чё за опсы там у тебя, шаман? Пссс, мудаки, пишет. А там, наверное, бха какой-нибудь, да? А, нет. А, да, или нет. Ай, пофиг, блин. Ой, есть лоха поусты. Ракету. Гоу, ракету, брат. Аркету. Аркета. А чё качал, кстати? Аркеты. А, 200 урона всего даст с аркеты. Аркета. И лоха, брат. Оп, хорошо. Гоу тут вот прорубим сейчас. Ест регенец просто. Дровосеками будем подрабатывать, короче. Тут есть такая тактика. Дровосек называется. ГАЭС, дикий. О, хорошо. Даже покушать мне что-то дали. Тинкер молодец, покушать принес. Бресс-бэндик. О, добил. Кстати, можно сейчас изи убивать. Ой-ой-ой-ой-ой. А промах есть, брат? Дашь промах ему. Хорош. Даже разберем на развороте. Чё-то я слишком много в танковые тут. Опа, отходим. Ису рука этим. Не успел я. Сильно я загазовал. А, и тинкер забрал, короче. Вы поняли, да? Вот так вот, значит. Ну, Слордар, меточку кидай, называется. Изи катку забирай. Всё. Кайф. Ну, кайф. Контрпик, почему нет? Кайф. Перегазовал я. Мог я там выжить? Ладно. Сейчас нормально всё будет. ТП-хнемся, зарезаем всё. А мог, кстати, тинкер? Нет? А, нет, не мог. Не мог. Не мог. Белый щас. Оп. Зато сами пофармим. Ну, два левела. Качаем третий на 100%, чтобы хотя бы 70 бонусного было там уже. Потому что, типа, ну, там два контрпика, которые не дадут инвизам пользоваться, да, по сути? И я не считаю, что я смогу прям, что мне прям эти две секунды файт тайма зарешают, что я там уйду прям в инвиз и меня не запалит. В любом случае, меня будут палить, поэтому хотя бы я возьму сейчас какое-то количество дамаги, чтобы задушить. Так что такой какой-то смысл у нас получается. О! Там суета, ля! Ля! Суета! Оп! Вкусненько! Суета! Ну, мне кажется, некор там сейчас добегается. Такой типи-типи-типи-типи-типи задагончиком, парень. Типи-типи-типи-типи. Побежал. Блин, я люблю, если честно, ребятки, фановые игры вести. Мне очень нравится вести фановые игры для вас в гайдах. Прям по кайфу. Чувствуется то, что прям левел, левел. Чувствуется левел прям, когда фановую ведёшь. Так что это по кайфу. Не-кор. Не-кур или не-кор? ой кинкероса там ловят душа мартрет портретки хорошо кому-то все просит сделать аркан лоу с лордариха вон он под бардариха не кур напугаем с лордара дерево завалим я просто в шоке с этой катки втроем стоят на топе не знаю охраняет реки мару здесь охраняют его блаженство дело так чтобы он не фармил опача опача брат да там вот понятно брат а я понял что шаман пришел я же этот там и легенда или как-то это жиренга с лордара я конечно не потянул но пофармить здесь смогу поездом фисурдаю это крипа я добью кайса и погиблый рассказать против легиона душем хорошо ладно в этой катке хотела скидиться нормально да так но масочка есть можно присесть шаманчики там нормально под обузили и этих под обузим говорить и говорит куда га брат не торопись о сын трички стоят можно радоваться я знаю что тут центре брат возраста лоха по этом бегает чем он уже сделаем до кучи вот хорошо я лесороб лесороб да они туда по моему у ей но засейвить и пацаны да молодцы спасибо спасибо не стоит я типа лесоруб вы поняли да хорошо но мне кажется шамана надо было из он плотнее такой чувачок как есть мам так и 3 я раскачал все больше ничего не нужен дальше пойдем душить момчик и погнали о чем в доту играем там бх догони стыда это иллюзия лужу арида там душит умом не помог мартретки этот армлет криса получается на топе суета по идее будет я стопа ушел да я думал мартретку заберу бх убили можно спокойно пофармить я кстати такой ассист мэн хорошо два центря если интересно задушу я за тучку если он правдупляет ну вон на топе все они готов раков раков на руну кстати зайти очень полезно говорят оста го раков а чё меня бьешь эти что сделал криса сладарик гаррик сладарик аста быстро кончается он чарается хаста и я так смешно сказал что это хаста быстро кончается есть где-то лесная наколоть давайте если найдем будет хорошо будет очень хорошо типа знаете нас на лоха пы такой фармит бедный дагеру последние копеечки остаются офисура такая стопа вылетает да попробуем руки брат опробовать и почти брат умом нажали побежали хорошо с рипера даже забрали отлично с ридера так тысяча у нас есть же да там на топе драка жестко у нас пытается убивать но умрет умрет шаман стопроцентно их ослайм залетает но не забирает никого и с и ес надо здесь идти чё пока дашкам 1413 вровень идем у меня кстати десятый уровень трону и ес пыха пыха и с рожь закрытили ах ты крыса трогену крыса на бх получается на хорошо там артретка кстати еще не забыть блинк о хорошо так 2000 сверху и ес ес башер где мы покажи мне нужен башер желательно весь строгом он башер старый метр мартретка с фрифарм говорит не парься вот она 4 на топе я в мид побежал а кстати можно тпшку делать зачем бежать когда можно юзать т.п. у меня давайте купим сейчас башер и желательно надо сделать и джавелин езда хорошо варить потому что подходит для на меня навешали говно так на 21 я хотя бы не 0 20 надо правильно правильно башер есть почти 450 золотых остается деревянных 450 деревянных на топе много фарма сейчас на топ ты по сделаем а тут ты по сделаем сейчас я можно кстати куру уже туда отправить потому что я там до калачу это все тем можно добежать уже да в принципе и тпшку не тратить дополнительно я из блин кащим хорошо дпшка все равно помойку придется скинуть до орбу не очень хочется продавать даст еще надо хорошо гол поможем башер летит я не успел я не успел для я бегаю просто не могу ничего сделать но надо под тучей он ли там бх трекки нет по крисовски случае чего хорош ваш вовремя вылетели время центре есть смотри вроде нет сейчас раскачаем тучи еще будет хорошо жалко из лордара не забрал попробуем он руну ждет руну ждет я мне кажется если баш вылетит я его разрежу нафиг нафиг разрежу его побайтим на руну подойдет ушел шоу да удаст и под бх под бх дастики орбов помойку бх увидим убиваем просто прыгаем и у у я спасибо что дал спс что дал инфу центре ups я лагаю жестко причем пт на силу 1400 держим 13 лавел сейчас слабо таки бегает но мне кажется он либо дайги но скорее себя герне кажется блин тут очень нужно бкб ребят все таки next там бкб прям собирать мастхэв увеличиваем а ешку уже 300 и кто там на миду портретка шаманы с энтрями погнали на руну наверное да мартретка сколько там 1400 хп стиков много лучше и слетает эхо слаймом рутгия прыгает прям под стан лятый псих лятый псих попытаемся сейчас помочь чем-то но есть надеюсь в лужу сейчас нырнет сюда а нет чекать о боже да что я бегаю не вообще тайминг не ловлю ребят а даггер я скупил по из слабо так заберу это контрпик не хватило немного ладно бх забрали мегакил кстати забрали это хорошо мегакил забрали хорошо мегакил забрали таггер с лордардом хорошо так ну что видим 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 ребят видим я бы к башка и блин вообще мантам нужно да прям жесть как баха кинул манты скидывать надо а новая карта тут не получится получится у ульт аппарат речь там они блин и помойку на куй хук кривую и уй уй а вот и жрешь с лордара надо было в ираке и раки в ой хоть с лордара заберут это радует мартретку забрать еще а бх еще их ты сейчас они тут втроем будет ой божечки и терял догон жесть вот и псих вы сбивать хорош догон еще будет брат я знаю знаю убьешь ложечки брат помоги и изи катка да пуш кстати как хуком вплотную не может попасть конечно refresh refresh брат пойди успевает . хорош ну умирает на юл нет манста 65 пучка поздно до догон брат есть молодцы от сын а чё с бх будем делать пацаны какой контрпик на него бкб ху надо но я хотя бы центре кстати собственно тут за это за контрю я все блинки потерял на банте ход а чё пуджа не видите что ли слепые они видят прикольно он же сейчас вас убьет алло вы не видите его боже прикиньте это что такое вообще ребят ну я не знаю что там по бкб хи скоро да и лагай пожалуйста вниз плюс один есть слишком жирный я не забираю они по полторы тысячи хп даже больше кто-то пащиц блин да что это такое прикиньте уж нету блинков да боже прикиньте насколько микро кдш на было один под конец отказался уже но не успел я там жесткая катка это контр пик вообще невозможно вот в такой игре очень тяжело ребята играть против треков просто банально против треков я не могу я не могу бх убить я не могу выжить диффуз очень тут нужен но я играю через другой билд диффуз очень нужно прим Wasser5 на пенать этот диффуз просто вот вот волосы назад диффуз 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 я мог не убивать иеса но это невозможно Это не вариант. Вы что? Он разменял уже. Рассчитывать нужно уже на свою команду. Пуш подошел, да, но не успели забрать. Мартретка тоже подошла. Так что тяжело будет. Тяжело. А кто хотел? Кто хотел изи катку? Никто не хочет изи катку. Главное, чтобы аппарат отыгрывал нормально. Ребят, в льду кидал. Дасты берем. Погнали на топ. БКБ хоть сейчас уже дофармим. Чуть-чуть остается на БКБ. Буквально копеечки. Сейчас вот крипов тут набор заберем. От БХ надо будет что-то сейчас сделать. Хорошо. Доблинки. Там уже под конец блинк откатился, кстати, но... Было поздно уже. Все имеется. Ребята, фидить пошли. Моя школа. Есть БКБ. Поздновато, правда. Но сейчас будем хотя бы кто-то... Портрет и лоха полы. Аппаратик. Вы далеко идете, парни. Потом в Рошпит пошел в Свардар. Свардар. С невидимостью. По МИДу двое идут. Сейчас на МИДу убьем. КБХ есть БХ там. Гоу. Попробуем. Сентрик стоит. По центре стоим. Но там тоже этот гост. Блин, дифуз придется брать таким. Так я не хотел убрать. Часть просто. Ясно. Ай, голоди, фуза. Мартретка сделала. Эх, и все. Ну так не выиграть. Так, так, как он не выиграет. О, путь хорош. Хорош путь. Мартретка БКБХ сейчас закончил. В принципе. Хорош. Мартретку на спаун. Вот мне бы так помогли, да? Сто секунд Мартретка. Путь, хук. Лайна, некрадагонович еще. Путь. Это просто смешно. Реально. Вы видите, что путь делает? Не, круга гэпа, ходу боя монета. Сейчас. Эх, успел. Хорош. И ест там еще убивается. Я бы ха забрал. Это все не под треками работает. 6-100, ст. В принципе, 8000 ст. Хороший. Он умрет сейчас, негр. Заигрался. 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 Пешочек. Так, 758, да? Тяжелая катка. Может, будем вообще ФК в драке находиться? Не будем первые нападать? Давайте диффуз фармить. Давайте диффуз фармить просто. Зачем мы вообще первые лезем? Вопрос. Да? Но хочется кого-то поубивать. У нас же башеры есть, правильно? С башером можно поубивать. Поэтому давайте АФК-шить. Выфармим сейчас диффуз. Попробуем с диффузом что-то делать. Но Мартредка проблема, МКБ надо от нее. АФК-шить. МКБ надо. Хосту возьмет. Можно башь, пожалуйста? Рожь. Ля за него полтора када. Но он забрал таки, скотина. Забрал таки, это скотина. Так, а рипер есть? Рожь, я бегу, брат. Дно блинка. Но, минус чел. Диффузил есть. А если найду? Сейчас с диффузами дело пойдет, ребят. Пришлось таки диффуз собрать. Сейчас с диффузами пойдет. Нифигаси, пучты. Макдак прям, скрудж. Ляша делает, браконьер. БМ, брат. Делай. Если... Если слабо отыгрывается, делай БМ. Запомни, брат. Брат. Здесь диффуз. Что, Март, редко обид, солдат, лордар, сия. Регенерация. Мы заберем. А что, нет? Внизу 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ливай. Так, где БХ? БХБХ, где? БТР, 14 на 7, БХ, играет. Кстати, молодец. Проша душит. Главное диффуза на него наше. Гембо взять вообще, да? Но тут бабочка должна быть. Типа, без бабочки никуда. Ой-ой-ой, брат. Уходи, не умер-умер. Там не варик. Джи-джи. Не ограду, что прям страшненько. Кто там, шаманчик, брат? Как дела? Шаманчик, брат. Гем, yes. Гем, yes. Все, что будем аквилу выкидывать. Квартар такой сочный, прям. Прикиньте, сейчас ультаппарат кинет. Не кидает ульт. Ульт не кидает аппарат. О, 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 yes. Акб можно? Адегем, извините. Не могу с себя скинуть, кстати, трек. Оп, скинул. Хорошо. Блин, да такой бред, прикиньте. Как я не смог забрать? Ужас какой-то. Побежали за шаманом. Как я не смог забрать, да? Но там не видно было его. Там не видно было его. Куда ты несешь его? Остановись. Остановись. Аквилу забрали у меня. Гем я не забрал, прикиньте. Ну, бред. Гоу. Обидно, да? Очень обидно. Попробовать собирать. Вот сюда выйдет. Нету с Андрея. О, вон вид зашел. До свидания. Роша там. Морта там. Чек, ну окей, на свою опасность. БХ не будет. БХ есть. Надо, чтобы рядом кто-то был еще. Снопку на БГБ держим. Забрала, успела. Прикиньте. Ой, я тучу не ставлю, да? Зачем ты его выхукиваешь? Я умер тоже. Ай-яй-яй-яй. Уже рили не смешно, пуш руинит. А куда тинкер идет, брат? Ты же умрешь сейчас. Какие к ним рили его? Печально. У нас аппарат такой. Ни рыба, ни мясо, да, ребят? У меня тяжело идет. Пуш 1.13. Вообще ничего не делает. Я не успел, блин, на Егис. Прикиньте, там такая ситуация. Не успел я. Там на Рошана не блинкануться. Там, знаете. Так, ну это 30 секунд дефа, да? О, хорош, попал. Кушать. Ага, ясно. Да, сейчас. Сейчас, пацан, он кушать будет. Невкусно, Мартредка. Невкусно. Ломайте вот эти, змей. Вонючих. Машины там. Тинкер у нас тоже, кстати, не это. Не кукушка. Ес. Хорош. А что если? А, нет. Оказалось. Оказалось, ребят. Гоу. Ушли, да? А что если? Я солью ее, брат. Хорош. Ой, хорош. Хорош. Разобрались вдвоем, просто с некором играем доту эту. Вдвоем с некором играем. Жири его. Куда? Блин, ну нету дастов, согласитесь, плохо. И еще кончились. Дасты, купи. Деревья хукает. Но он налево ушел. Налево он ушел. Блин, я мог, кстати, не блочить хук, да? Ну... А как вот тут, да? Как тут в эту доту так играть? Слишком жестко. Линка в БХ, кстати, БХ, молодец, там, нормально делает. Ля, на миду там опять суета пошла, да? Да нет, шансов нету. Мало. Мало шансов у Твин. У нас два игрока только. Два игрока только. БХ очень жесткий там. Там БХ жесткий. У нас три игрока не играют. Путш, Тинкер и аппарат. 4, 12, 11, 14, 7, 13, пацаны. Может, они стараются, но глубоко в душе мне верится, что они хотят больше заруинить, ребят. Честно. Нежели чем выиграть. Паплес идут в центре. Кстати, под центрем можно подработать немножко. Ломай вот это вот туда же. Ру, да мой. Ну, два дипуза всадил я только. Сейчас бабочку надо сделать. Pust of operation. Ко-Т2. Ой, если сладара поймает. Ой, хорош. Пуш, нифига себе, пуш какой. А, там мартред. Здравствуйте, дорогая. Пастя, здравствуйте. Не-не-не-не. Мне кажется, это сейчас отсосируем. Отсосируем. Ой, куда прыгать некор. Свард. Ну, надо бы тут, кстати, вот так тучка делать. Все что, тучку накидываем. Ой, 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 некор прям красавчик. Дайвит люто. Дайвит сильно. Дайвит очень сильно, парень. Хорош. Умничка. Красавчик просто на некоре. Красавчик. 120 секунд, не будет маркредки. Она без бкб, кстати, очень хорошо. И ес еще живой. Змеи на хребе поставлены. Б. Б. Б парни. Ес, че пахнет. Мы молодцы. Свард. Можно в такой ситуации подзабрать нормально. И ес тоже. Аппарат огоним. О, хороший. О, бхшник. Линка. Есник. Хорошо. Квартыстафик в боковом магазине. Есть бабочка. Но диффуза по кд будем покупать. Морту если посадим на рипера, очень круто будет. Есть бабочка, да? Ого-го. Бабочку даже нажму, чтобы побыстрее там оказаться. Блинков нету, я бы раздамажил. Руш. Руш. Вот это найс, найс, найс. Так, ну, один блинк у меня все. Лучше красава попал, да? Это тавер. Ес в таверне еще, да? Посмотрим, сколько до еса. 30 секунд ес, они будут еще. Товнику за апнем. Хорошо. Ого-го. 30 секунд ес. Там, в принципе, некого бояться. Там бх. Ну, бх даже нету там, бх. Автовер. Там артретка. Артретку за контрим у нее бх. Нету. Она по рофлу. Отку катается. Хорошо, ес. Вы, ес, а попробуем поймать. Бейте, я ес, а подстерегу. Хорошо, дипуза есть. Ходим. Надо уходить, ребята. Себя сниму тоже. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пантом КББ. Пантом КББ. Можем еще раз ее забрать. Под бабочкой души. Браконьершу. Есть блинк? Эх, забрали бы. Ого, мид. Хорошая катка. Не сильно фраговая, но... Соло, Рики, лол. Я ничего не делал в этой катке. Джи-джи. Джи-джи. Вот так вот, блин, заканчивается у нас катка. Ребятки, ну, потненько получилось. С бабочкой. Не знаю, понравится вам такая катка, но жестко на контрпиках. Они прям... Вот прикиньте, с какими игроками мы выиграли. Тинкер вообще ничего особо не делал. Пуш. 4, 15, 7, 13, 5, 13. Жесть. Некр молодец. Ну, я не знаю. Я не считаю, что я там много сделал. Хотя, тоже надамаживал. Мартретка очень сильно слила тем, что у нее, к сожалению, не было БКБ. Вот так вот, ребятки. Вот так. БХ там лютый был. Не знаю. Очень сильно овняли. На этом, ребятки, я закончу этот гайд. Надеюсь, у вас не будет вопросов, что лучше, конечно же, собирать на Рикимару. Конечно же, лучше собрать Диффуз, БКБшка. БКБшка очень нужный артефакт для данного персонажа. Маднес по ситуации. Если хочется пофаниться, поддушить, вы также можете собрать Маднес. И в целом, в целом, ребятки, напишите обязательно. Обязательно, обязательно напишите насчет Хромакея. Оставляем так или делаем, как было, такая рамочка, вот эту вот тему сверху, чтобы красиво, так, знаете, полноценненько. Комната вроде красиво, освещение. Все, не знаю. Если честно, мне старая вариация больше подходит, чем, мне кажется, чем Хромакея. Ну, сами решайте уже, в общем. Давайте сделаем небольшой опрос. И напишите, какая катка вам больше зашла из всех этих каток. Вот эта катка секретная с батерфляем. Хотя здесь расчет был собрать несколько батерфляев, я не знаю. Но получилась немного потная катка. Каточка такая. И в целом, вроде, неплохо все равно. Вроде, все-таки неплохо. Могли проиграть. Так что, ребят, вот так. Все. С вами был Касаналис, ребятки. Спасибо всем за поддержку. Спасибо за лайки. Конечно же, желаю всем хорошего времяпрепровождения. Смотрите другие видосы на канале. Не забывайте, что внизу в ссылках я оставлю видосики, где Рикки Мару был с Дагоном. И, конечно же, на БХ мы играли с Дагоном. Посмотрите эти тоже фановые катки. Здесь я не стану показывать вам Рики с Дагоном, потому что это гайд. Ведь это слишком фаново будет. И будете все собирать Рики с Дагоном. И будут все говорить, что я такой плохой. И обучаю вас собирать Дагон на Рикки Мару. Поэтому, ребятки, вот такая тема. Спасибо всем. Еще раз всем удачи. И с вами был Касаналис. Не забывайте. Пока. Продолжение следует.